всем привет меня зовут никита и сегодня я расскажу про то как обучать модели когда у вас ничего нет прям с нуля до обычной модели задеплоенный куда-то типа продакшна давайте пару слов про себя скажу кто вообще такой я работаю исследователем в толоке толока это платформа для разметки данных у нас есть отдельный отдел который занимается исследованиями и в частности мы занимаемся тем как соединять компьютеры или например частности и мы модели и людей я еще делал например библиотеку краудкид который реализует всякие методы агрегации на питоне и публиковать всякие статьи про краудсорсинг про мл еще я много часто часто запускаю разметку для своих экспериментов обучаю модели на этой разметке в общем у меня достаточно большой опыт сбора данных даже когда это прям было невероятно сложно давайте дальше да если что у нас есть еще отдельный слаг толоке где вы можете задать свои вопросы про например после воркшопа если вы смотрите в записи либо если ваш вопрос почему-то на него например долго отвечать в чате поддержки вам быстро не помогут в общем там сидит куча народов которые работают толоки которые готовы отвечать на ваши вопросы или например если вы хотите попросить побольше себя промо кода то тоже можно это сделать мы выданем промо кода на разметку вы можете тратить то чтобы поучаствовать в нашей практической части только там важная часть нужно заходить через пен потому что слаг в россии слагом россии проблемы вас не пустит если вы зайдете давайте сейчас поговорим про то о чем вообще мы будем заниматься это маршерта для этого рассмотрим типичный пайплайн создание мл модели он начинается с того что у вас вам нужно найти какие-то данные на которые вы будете модель обучать подготовить датасет например если вы делаете классификацию чего-нибудь то у вас должен быть датасет вида картинки и лейбл какой-то котик собачка после этого нужно непосредственно обучить модель мир какой нейронку которая будет по картинке восстанавливать вам ваш лейбл и если вы не просто делаете какой-нибудь учебный проект а пытаетесь делать что-то полезное вам скорее всего нужно еще ее и задеплоить а теперь обычно обычно люди говорят больше всего люди говорят про то как обучать модели но это понятно это действительно то где происходит машинное обучение то есть вот именно там вы оптимизируете параметры строите вашу нейронную сеть и так далее и обычно вот все то рио фокусируется на этом но благодаря тому что благодаря open source и вообще научным исследованиям сейчас сделать какую-нибудь модель достаточно легко то есть если вам просто нужно обучить какую-нибудь нейронку то сделать это можно в несколько строчек кода но при этом все равно вам потребуется сделать сбор данных и диплой модели вот про диплой еще часто говорят достаточно часто тоже последнее время такая тенденция что про то как диплоить модели тоже люди стараются говорить а собрать данные легко у вас скорее всего не получится то есть это реально сложно сложная задача тут нету решения в пять строчек поэтому мы сфокусируемся в основном здесь то есть мы рассмотрим прям как собирать данные собирать делать разметку когда у вас есть только например не размеченные картинки чуть-чуть поговорим про то как обучать модели прям в несколько строчек кода на питоне и тоже чуть затронем тему того как ее можно за диплоить то есть сначала у нас вот сейчас я расскажу про краудсорсинг то как собирать делать разметку потом мы прям возьмем руками и пойдем и соберем разметку для нашей задачи мы будем строить классификатор людей на мужчин и женщин и мой коллега сергей вам покажет как это делается вы прям придете за используете промокод на толоку разметите вот реальные люди вам разметят данные мы скачаем и результаты разметки и будем дальше после этого обучать модель и задеплоим ее и потыкаемся посмотрим что получилось такой план так начнем с того что такое краудсорсинг краудсорсинг это вообще способ решать какие-то сложные задачи с помощью людей разбивая эту сложную задачу на более мелкие вот частный пример это разметить миллион картинок миллион картинок можно разбить на более маленькие задачи каждый из которых может исполнитель решать и потом вы объединяете это единое целое то есть это такой можно вот вычислять что-то на компьютере можно вычислять что-то людьми и вообще например если вам нужно решить вот сложную задачу разметки изображений как вы можете к ней подойти можно пойти разметить самому попросить коллег вам помочь так вы сможете разметить ну несколько тысяч картинок несколько тысяч картинок сможете за вечер за день но это во-первых дорого тяжело вам нужно вкладывать в это большие силы на решение интересные задачи а если вы еще и там владелец какого-то бизнеса вам нужно тратить время и дорогущее время машин ленинг инженеров на то чтобы размечать данные второй способ можно попросить компанию который занимается разметкой вот выдать им данные сказать разметьте пожалуйста так тоже можно это дорого непонятно какое вы получаете качество в конце при этом достаточно легко и плохо масштабируется тоже потому что ну допустим тут уже можно разметить побольше может быть несколько десятков тысяч но опять же миллионы и десятки миллионов картинок такие это вполне стандартный кейс вы так не разметите и третий способ это краудсорсинг им очень тяжело пользоваться честно краудсорсинг это тяжело но при этом это масштабируемый подход который достаточно недорогой и который вы можете контролировать поэтому мы научимся пользоваться мы будем учиться пользоваться краудсорсингом на примере толоки но вообще толока не единственная краудсорсинг платформа в мире и все знания которые вы здесь приобретете могут спокойно будут могут спокойно прилагаться и например к amazon mechanical торг кликворкер и многим другим кроссорсингом платформам на самом деле они все примерно одинаковые отличаются разными фичами мы будем тренироваться на толоки потому что мы в толоки работаем но опять же знание пригодятся даже если вы будете размещать на мтерке например и так какие плюсы есть у корсорсинг платформ это 24 на 7 исполнители которые там из разных регионов могут работать в различное время вас полно людей они могут быть разные по навыкам разные по тому где они живут откуда они работают и это способ строить процессы которые вы например запускаете каждый день вот у вас модель крутится где-то еще картинок разметили сегодня тысячу картинок завтра и так тени года теперь прогул поговорим непосредственно про то на чем краудсорсинг основан краудсорсинг состоит из следующих частей первое это декомпозиция когда вы большую задачу разбиваете нам много маленьких второе это инструкция вот если так как вы питон разработчики вы знаете что для того чтобы компьютеры сделали что-то полезное нужно написать код также чтобы люди сделали что-то полезное нужно написать инструкцию и опять же в инструкции бывают баги которые нужно исправлять и детектить которые приводят к непонятному поведению второе вам нужно поработать немного фронтендером сделать правильный интерфейс для вашего задания в который будет которым легко работать исполнителем который не будет их раздражать и который позволит вам сэкономить деньги и время а четвертое так как вы работаете с людьми вам нужно контролировать их качество вот компьютеры могут идеально выполнять задание если они его поняли исполнители которые реальные люди могут читерить могут пытаться заработать побольше денег выполнив как можно меньше работы что-то не понять они могут понять что-то по-разному в общем это одна из важнейших частей для того чтобы вас все заработало а последнее точнее предпоследнее нужно еще использовать всякие постобработку данных например если вы размечай вот например если у вас одну картинку размечает несколько людей то потом вам нужно как-то смержить конфликтующие мнения эта часть называется агрегация тут много всяких математических алгоритмов нужно уметь именно овладевать и вам нужно чуть-чуть разбираться в экономике про то как сколько вам нужно платить день людям денег за работу собственно сейчас про каждый из этих пунктов мы подробно поговорим начнем эти композиции как я говорю у вас есть большое здание вы разбиваете его на маленькие здания которые мы в толоке называем микротасками это не какое-то научно устоявшееся название просто мы так привыкли в толоке они так называются очень маленькие здания непосредственно нужно вот сделать вот это нажать такую-то кнопку определенную картинку которые отправляются большому числу исполнителей считаете у вас очень много потоков очень много потоков исполняется ваш код зачем она нужна почему не дать просто большую сложную задачу вот в одни кинуть большую сложную задачу исполнителей и надеется что работает во-первых исполнители они не специалисты вашей задачи они просто случайно люди которые пришли заработать денег на платформу а второе чем проще задание тем вам тем его проще делать тем проще будет у вас инструкция то есть вам нужно написать меньше кода и в итоге в итоге вы получите лучшее качество как можно это сделать можно пытаться найти разные задачи которые имеют разный уровень сложности разделить их и разбить в разные проекты например еще можно при разбить ваш сложный проект в котором например нужно что-то сфоткать потом что-то проверить на тоже разные проекты где вы кто-то что-то делает пишет на протеке сделать фотографию другой человек это проверяет в общем когда нужно делать декомпозицию например если у вас очень много вариантов ответа вот есть такой датасет называется imaginet может они слышал про него которым датасет с большим количеством картинок несколько миллионов а в котором очень много классов по моему их несколько тысяч например разные породы собак самолет грузовик что-нибудь еще много всего разного и если вы хотите разметить картинки на 3000 классов то это невозможно вывалить просто исполнить него невозможно вывалить людям список из 3000 классов искать поставить галочки вы поставь одну единственную галочку против того класса который подходит поэтому обычно если у вас больше чем 35 вариантов ответа нужно пытаться как-то разделить это на различные задачи на более простые потом когда у вас слишком сложная инструкция которую никто никогда не будет читать и собственно вот значит таких случаях вам нужно делать композицию пример декомпозиции вот мы хотим много всего узнать про вот этого зверька много разных вещей мы хотим узнать можно задать вообще можно задать все эти вопросы в одном единственном микротаске вот прям дать исполнителю картинку и все вот эти вопросы вы просите на все эти вопросы дать ответ это плохо и нужно разбивать каждый из вопросов на отдельное задание или допустим вам нужно выделить калу на фото исполнитель что-то выделяет тогда вам нужно сделать отдельное задание который будет проверять это выделение какие может кинт вопрос если есть там сейчас то можно поздавать может по введению какие-то вопросы да у нас на всякий случай друзья напомню что вопрос можно задавать в чат в чат в телеграме который ссылку на который мы в чате зуме опубликовали пожалуйста вопросы зуме не ну были парочку по поводу чата но там все работает просто берете ссылочку открываете ссылку на телеграм мы периодически будем повторять если вдруг кто-то присоединился несколько позже был вопрос скажи как мы лучше поступим мы я тебе его задам на тут спросили про разметку аудио данных там уже ответили на него но может тоже что интересно расскажу там нужно нужно записать голос свой причин зачитать какой-то текст или напротив есть текст и голос и нужно сказать правильно ли соответствует транслитерации или неверно так в чем вопрос ну поддерживает если поддерживает то как мысли ну такое можно сделать это как раз пример декомпозиции это вот прямо например декомпозиции вот у вас есть отдельное задание записать голос потом его нужно транскрипировать проверить что действительно тоже что что нужно кстати вот это вот прям ровно вопрос идеально при декомпозиции хорошо как ее нужно как я нужен делать да еще один вопрос пример реальный вопрос в разметке не на животных это не применяется вот почему плане а пример реальный это наверное тебя спрашивают вопросов в разметке а примеры реальные вопросов разметки давай сейчас именение он это отсылка к твоему пример реальный а пример пример ну то есть не это пример синтетический честно скажу синтетический пример хотя можно запустить такое задание то есть вам ничего не мешает сделать и еще один почему плохая идея вставлять несколько вопросов в один таск а почему почему плохая идея потому что тогда это вам тяжелее контролировать качество то есть допустим вообще вам придется представьте прям ровно по тем причинам по которой я писал во первых вам придется написать во первых вам исполнители будут тратить на одно задание много времени становится сложнее намного чем сложнее задание тем хуже второе вам придется писать длиннющую инструкцию про то как делать отвечать на каждый из этих вопросов опять же много вашей работы и плюс к тому если напишите инструкции на 10 страниц никто и никогда не будет читать люди не способны читать 10 10 страниц текста ради того чтобы их забанили через 10 секунд потому что они что-то там не поняли и последнее тяжело контролировать качество потому что вот про то что мы сейчас попозже поговорим вот о чем вы говорите в контроле качества будет тяжело делать если у вас да и еще да напомню друзья задавайте лучше вопросы в чате телеграма там мы их точно не пропустим вот я вижу сейчас новый вопрос в зуме пожалуйста зайдите в телеграм чат и там задайте вопрос а телеграм чат и есть вопрос на который ты представляю как ответишь какой процент талокеров ошибается процент ошибок точнее и одно один вопрос отвечает один человек или несколько какой процент талокеров ошибается это это риторический вопрос потому что он зависит от того какое у вас задание и насколько вы хорошо настроили проект можно так отобрать исполнителей так их обучить что они не будут ошибаться вообще можно не написать им инструкцию сказать ну вот что-то примерно так нужно ответить и скорее всего вы получите совершенно не то что ожидаете ответ на второй вопрос чаще всего если у вас классификация вот вам нужно например разметьте картинки на такое число классов то вы отправляете одно задание нескольким исполнителям действительно потому что таким образом вы уменьшаете дисперсию ответов то есть как вы можете сделать какое голосование например чем больше мнений тем лучше но я так будет дальше у тебя хорошо друзья так что давайте продолжать вопросы давайте отвечайте окей продолжать да вот провернул теперь перейдем конструкции еще стоит инструкция инструкция описывает что нужно вообще сделать вот зачем все это происходит потом она описывает интерфейс вашего задания на какие кнопки нужно жать что за кнопки что они что они делают третье они описывают тоже последовательность действий подробно которого нужно совершить чтобы успешно отправить задание получить за это деньги четвертое она показывает обязательно примеры хороших и плохих ответов потом особенно это важно если у вас задание с открытым ответом типа напиши какой-нибудь текст это очень важно еще она покрывает точнее она предоставляет алгоритм который нужно по которым нужно пройти в случае каких-то редких корнер кейсов и последняя она дает какие-то справочные материалы если не знаешь что посмотри вот здесь вот такая-то ссылка и вот предпоследний пункт это то где в основном все идет не так можно сказать если привести примеры с разработкой это вот как раз такие все возможные случаи все все возможно вам нужно покрыть все возможные инпуты пользователей которые могут вам написать что-то в текстовое поле вот тоже самое мы никогда не знаем что на самом деле находится в данных вот да сейчас мы как раз посмотрим потому что мы не видели всех данных которые у нас есть они размечены если мы видели все картинки всеми весь миллион картинок мы могли бы сами их разметить поэтому это всегда данные не размечены это код в мешке мы никогда не знаем что там может невероятное оказаться про что мы не рассказывали в инструкции сейчас посмотрим на примеры опять синтетический пример вот это конечно же нереальный пример но представим что у нас есть задание где мы хотим научаем научиться отличать белых котиков от не белых котиков вот у нас есть задание из диска 2 белый лет ответ да или нет и есть какие картинки вот такой картинкой какой был бы ответ ну здесь кажется что ответ кажется что здесь ответ нет да тут все логично теперь оправдали что вот этот котик белый ну тут можно поспорить то есть бывают идеально белые коты у которых полностью белая например вся мордочка тут у него есть что-то серое и не очень понятно вообще что что такое белый кот поэтому нам нужно в инструкции указать что мы имеем ввиду под вот этим словом дальше вот правда ли что вот этот кот белый здесь два кота опять же мы могли наверное это можно было предугадать то есть нам нужно рассказать что делать в случае если у нас два кота дальше а правда ли что вот этот кот белый очевидный случай тоже на картинке в принципе нет кота либо там какое-то другое животное но не код опять же нужно что-то делать исполнителю нужно нажать на кнопку он не может дальше пройти пока ничего не сделает это обязательно должно быть покрытой инструкции и последний пример вот такой код правда ли что он делаем опять же часто бывает если вас какие-то кита медиа протухают ссылки вот с картинками часто такое бывает выклад залили картинки месяц назад хотите запустить разметку еще раз тех же самых картинок а заказалась ссылки протухли за этим нужно следить и не всегда бывает возможно отследить все такие случаи нужно исполнителям говорить что делать такие случаи до в как пример можно вот эти корр кейсы как пример кстати можно сделать отдельную кнопку ничего не могу понять все пошло не так давайте следующее задание или поговорим про интерфейс заданий для того чтобы они зачем нужно вообще стараться интерфейсом задание поставьте себя на место исполнителя вы представьте вы делаете много очень много заданий ваш заработок напрямую зависит вот прям линейно пропорционален тому сколько заданий вы успеете сделать эти здания не абсолютно монотонные вы делаете прямо одно и то же в течение часа и еще вам нужна концентрация во время выполнения всех этих зданий потому что если вы ошибетесь то как мы поговорим в контроле качества вас могут забанить не принять ваше здание вы потратите время зря поэтому это реально тяжело быть исполнителем на краудсорсинг платформе это тяжелая работа поэтому нам нужно сделать все так чтобы исполнителям было комфортно для этого первое что можем сделать проверить автоматикой проверить все что можем проверить например нужно нам посетить нужно чтобы смотреть и посетил какую-то веб-страницу и что там посмотрел давайте просто проверим нажали на кнопку с вот этой ссылкой или отметил ли все он нужные галочки все ли все ли все ли он нажал нажали на все что на что было нужно нажать и если он этого не сделал то говорим ему об этом не даем закончить здание второе вам нужно поработать как-то над дизайном потому что если у вас какой-то накрученный дизайн то в нем которым тяжело разобраться то людей это будет бесить люди будут промахиваются мимо кнопок отвечать какой-то бред еще и будет вам понижать рейтинг вашего проекта в общем все плохо и нужно чтобы во первых вас каждый раз когда вы отправляете здание вас обновляется страница вы тратите на это время вообще здание подгружаются поэтому хорошо бы делать несколько заданий на одной странице но еще и понимаете тому что вообще нужно контролировать размер ваших зданий потому что еще люди на мобилках размечают иногда это всем нужно подумать да и нужно ставить как можно больше за ней так чтобы их можно было сделать запятным потому что опять же это занимает время перед переключения между разными страницами в общем что нам нужно знать про вот это задание это мы его называем task suite нет несколько заданий на одной странице они все одинаковой ширины между ними мало пустого места и две три два три задания и обязательно проверяйте сами задание перед тем как его запустить в толоке есть функция предпросмотра вы можете взять нажать поставку загрузились ваше задание нажать предпросмотр и попробовать самим поразмечать самим поразмечать поверьте что все нормально работает в этом случае так давайте еще по кольте control поговорим это вопросы позадаем еще на почти последнюю часть руки контроль качества это одна из важнейших частей вообще вещей при запуске кроссорсинговых проектов именно здесь мы добиваемся того чтобы получаем хорошую разметку какую-нибудь разметку получить достаточно тяжело то есть не достаточно легко точнее извините мне можно просто взять загрузить ваши картинки ничего не настраиваете нажать кнопку старт вам что-то разметит обязательно особенно если вы еще денег побольше поставить но вряд ли вы будете удовлетворен удовлетворены качеством поэтому нужно обязательно настраивать контроль качества контроль качества бывает разных видов первое это то что вы можете сделать перед запуском проекта например выбрать правильных исполнителей не знаю хотите только исполнителей из вьетнама тогда нужно взять посчитать найти исполнитель вьетнам и давать задание только им можно также назвать написание хорошей инструкции тоже как каким-то образом можно можно сказать что это контроль качество дальше есть тип контроля качества который работает во время разметки это могут быть контрольные задания про них поговорим чуть-чуть потом это хорошего сделанный интерфейс тоже можно сказать что это контроль качества потом это мотивация например если вы платите больше тем исполнителям которые хорошо работают и тут сюда же включаются всякие трюки для удаления ботов и читеров и последняя часть последний вид контроля качества это то что вы делаете после того как разметка уже у вас получена это может быть пост приемка это когда другие исполнители проверяют ответы которые дали первые например вы исполнитель пофотографировали что-то какие проект завершился фотографии собрали вы запускаете второй проект где другие люди проверяют нормально ли сделаны эти фотки и то есть она же включается агрегация это когда опять же как мы и говорили уже одно задание поет несколько зданий вам не одно задание понять несколько людей и нужно потом из конфликтующих мнений быть вычленить одно правильно поподробнее чуть про каждой части как вам выбирать исполнителей можно выбирать их по каким-то статическим свойствам например потому по уровню их образования по языку по гражданству это то что исполнители сами указали у себя в профиле можно вы можно их фильтровать по каким-то вычисляемым значениям это не то что они уже указали а то что платформа знает про них например каким браузером они пользуются какой у них регион по телефону по ip адресу и так далее также можно считать такую штуку как навыки например если у вас исполнитель делает один проект вы можете считать его точность каким-то образом в речь с помощью контрольных заданий и использовать эту точность для того чтобы пускать вдруг ваш новый проект только например хороших исполнителей и опять же нужно стараться обучать ваших исполнителей например делать тренировки экзамены реабилитации весь функционал этих ресурсин платформ нужно использовать потому что кстати наверное обучение это один из самых лучших методов контроля качества прям он сильный boost дает когда люди попытались что-то сделать им показали как делать правильно они ответили неправильно им скале вот здесь ты сделал не так нужно было сделать так это очень хорошо работает помогает понять инструкцию теперь про контрольные задания это прямо самая наверное важная часть в контроля качества самый важный метод контроля задания это отдельный тип зданий на который вы знаете заранее правильный ответ их можно разместить самому достаточно не очень большого количества например сотни картинок хватит скорее всего вы берете какие-то случайно сам по сотни картинок размечаете их сами и потом эти задания подмешивается исполнителем выглядят как будто они самые обыкновенные исполнитель на них отвечают и вы можете замерить их качество то есть как часто они ошибаются и банить например тех кто часто ошибается платить больше тем кто ошибается мало для контрольных заданий есть некоторые правила про то как их делать например распределение лейблов в контрольных заданий должно быть примерно таким же как в во всем остальном дата сети но при этом не должны чаще содержаться всякие корнер кейсы потому что только так вы можете проверить действительно ли исполнители поняли все в инструкции если у вас не будет контрольных заданий корнер кейсов то вы никогда не узнаете правда ли исполнители поняли вашу инструкцию и когда все-таки будет какой-то странный случай смогут ли они правильно его разместить и да если у вас проект запускается регулярно то эти контрольные задания нужно обновлять потому что исполнители любят 4 они могут объединиться послевать друг другу ответы на контрольные задания выложите какой-нибудь открытый доступ не на конь 2 и сломать вам силу разметку поэтому их нужно обновлять иногда можно делать это самому руками а можно там использовать эти трюки например выбирать качестве контрольных те задания где агрегация про короче позже поговорим было очень сильно уверены либо давать одно здание размечать огромному количеству исполнителей пусть на 50 человек разместить вот эту картинку и мы выберем правильное ответы не так и прочее поговорим про трюки как можно убрать ботов и читеров первое если человек очень быстро отвечает скорее всего он вот если нужно посмотреть на 50 секунд на видео он справился за 5 секунд наверное что-то не так и стоит его все-таки забанить второе как мы уже говорили нужно проверять проверить посетил ли человек все нужные ссылки если он этого не сделала но хочет уже отправить здание скорее всего он тоже не очень добросовестны эти да опять же из видео и с аудио частая проблема нужно проверять что они проигрались и многое другое например какой думать можно например проверять энтропию как сказать распределение ответов исполнителей то есть если человек все время отвечает одно и то же то скорее всего он тоже не очень добросовестно так последнее про чего сегодня поговорим прям буквально пару слов это агрегация чаще всего мы размечаем задание в перекрытие то есть один объект дублируется каждый из этих заданий отправляется разным исполнителем они дают какие-то шумные ответы а и мы пытаемся эти шумные ответы объединить в один с помощью всяких математических методов которые чаще всего основаны на всяких сложных вероятностных моделях но можно например делать простой может простой мажорить его вот просто брать сам популярный ответ достаточно хорошо работает хуже чем сложные математические методы но все же так и у нас остался прайсинг пару слов про то как нужно цены уставлять нам нужно да нам нужно людям платить деньги и то насколько много мы платим денег зависит от того насколько она вообще насколько много времени нужно потратить наше задание сделать можно считать например среднее время выполнения здания и пытаться подгонять цену так чтобы получился какой получался какой-то часовой заработок средний а дальше вам нужно чуть-чуть понимать про то как рынок вообще работает и если у вас сложное здание или вам нужно какое-то специфичное множество исполнителей которые вот с очень специфичными навыками скорее всего они будут стоить дороже поэтому нужно платить им больше и еще и настолько настолько быстро вы хотите что ваше задание сделали потому что есть конкуренция вы не один и не единственный заказчик на платформе все тоже хотят чтобы их задания были сделаны и исполнитель выбирает те кто пасть больше и опять же последнее нужно выбирать цену на основе того в том числе и какое качество хотите получить хорошее качество стоит денег давайте ток подведем из чего у нас состоит хороший краудсорсинговый проект если вы сделали декомпозицию написали простую инструкцию сделали удобный простой интерфейс отобрать правильно отобрали исполнителей и настроили контроль качества пользуетесь агрегациями и правильно посчитали прайсинг так теперь я готов ответить на вопросы сейчас пару слов скажу про то чтобы и дальше дальше мы пойдем размечать данные это будет тоже мой коллега делать еще организационный момент там нужно будет запускать дальше разметку локи и мне тут сообщают что тем кто дойдет до конца и запустит разметку мы отправим по почте какой-нибудь крутой мерч локи вот так вот готов ответить на вопросы теперь на а меня уже освещает закатное солнышко и давайте несколько вопросов я видел напомню что вопросы лучше задавать в чате я еще раз продублирую ссылку на telegram чат куда лучше задавать вопросы но я ее отправил человек да и слэк слэк в слэке вы можете уже после правильно я понимаю после да 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 мы еще раз продублируем ссылку на слэк чтобы вы могли потом прийти в слэк или не во время воркшопа и позадавать вот сейчас первоочередной фокус у нас на telegram канал посвященный именно этому воркшопу так вот был вопрос и как найти и мне кажется как раз аккурат после твоего спича про обучение и прочее как найти специфических разметчиков например кто разметит спутниковые снимки я по памяти пытаюсь вспомнить вопрос да друзья если я неправильно формулирую вопрос или не тот ответ который вы хотели услышать не на тот вопрос то вы можете его еще раз продублировать в этом ничего страшного нет да возвращаясь к спутниковым снимкам какие спутниковые снимки давай это очень хороший вопрос во первых это тяжело если вам нужны действительно это очень специфичные исполнители этого вам будет тяжело их найти в худшем случае может оказаться так что таких людей действительно нет например на платформе такое бывает можно выбрать сложную задачу где вам нужно не знаю размечать всякие гистограммы частиц гистограммы элементарных частиц адронного коллайдера и вряд ли вы найдете исполнителей которые в этом разбираются но попробовать можно можно например запустить в проекте бесплатную тренировку бесплатный экзамен за который вы не платите деньги попросить людей его сделать и если они правильно его сделают то допустить их к выполнению проекта соответственно вы говорите что вот тот кто пройдет вот этот экзамен получит дальше например задание которому очень как большая плата вам пойдут быть оплатить не за 10 центов за задание вам поедут все исполнители пытаться это экзамен пройти тут нужно будет постараться чтобы они не правильно ответы не слили это нужно будет постараться но возможно вы найдете людей которые окажется разбираются в этой теме и могут у вас что-то размечать если же ничего не получилось то извиняюсь возможно хорошая идея попробовать их обучить не факт что вам действительно нужно искать людей которые уже умеют размечать там что-то специфичное на спутниковых снимках возможно вы можете средい вас идите нестатистического человека обучить размечать то что вам нужно тогда как мы уже обсуждали делаем подробную инструкцию делаем тренировку прямо разбираемся этом у примеры а делаем экзамен позволяем людям если они один раз тренировку провалили одну пройти другую тренировку там пройти реабилитацию а вот и мне кажется что с примере со спутниковыми снимками в принципе должно все получится то есть мне кажется среднеэстетический человек может научиться размечать что-то там если если это не так поправьте хорошо но быстренько я скажу на небольшую меня к тебе вопрос слили ответы наверное имеется ввиду не на не все ответы потому что если слили правильные ответы на все это даже хорошо про слив ответа выберет ли ответ на контрольное задание бывает такое если вы за вас действий проект вертится с контрольными заданиями одними теми же рано или поздно люди сольют от правильный ответ на них из наделают ботов который будет на все отвечать рандомно на контроль нам на контролке да тут наверное в продолжении на этого вопроса ты уже частично ответил и в своей начале этого как это теоретической выкладки какие наиболее популярные встроенные механизмы для контроля качества выполнения заданий и какие наиболее ну и какие из них наиболее популярного и какие есть и какие популярные ты часть уже расскажу просто про поговорю еще раз какие методы для контроля качества первые сам простой быстро ответы типа контролируем скорость ответов если люди слишком быстро отвечают мы их баним то что есть хорошо работает прям тупых тупых ботов она 2 по популярности контрольное задание потому что их сложно обойти достаточно просто ими пользоваться это понятная вещь вы можете померить например метрику человеками поверить его accuracy например по ней понятно как качество контролировать дальше тренировка тренировка это почти то же самое что контрольное задание только вам еще нужно не просто их разметить на класса еще хенты написать что не так было сделано тут посложнее для вас но очень эффективно криска очень эффективно прямо с тренировкой если вы даете тренировку прям сильно лучше качество становится то есть если вам не жалко час вашего времени то скорее лучше всего сделать трениров потом качество поможете world для него вам как бы этом можно как как бы иногда менять ханипоты, вот это контрольное задание, на качество по мажорити-волту. Что это такое? Вы выдаете задание исполнителям, и если баните тех, кто отвечает не так, как большинство, то есть тех, кто сильно отличается с остальных. Это достаточно хорошо работает часто, но может быть так, что оно сломается. Например, если у вас задание, которое много кто не понял, то есть, типа, люди, например, одинаково не поняли, как нужно отвечать. И тогда тот, кто понял, тот забанится, потому что он не согласен с остальными. Так вы потеряете, например, экспертов, которые реально разбираются, и которые не отвечают так большинство. Вот. Ну и всякие экзамены. Это частный случай, считайте, контрольных заданий. Что еще? Еще в Таблоке есть эмельная крутилка и качество, где можно выбрать, типа, топ, например, 10% исполнителей, которые там машинное обучение предсказываются. То есть, для людей высчитывается. Там крутится катбуст, который предсказывает качество исполнителей, вы можете ему довериться, попробовать это брать, там, топ 20% исполнителей. Хорошо. Да, я думаю, ты на большинство ответил, поэтому можешь кратко ответить на вопрос? Возможно, человек немножечко опоздал. Есть ли тестовый период на попробовать в Таблоке? Вот у нас сейчас будет, мы сейчас промокоды раздадим. Да, мы раздадим промокоды, и также вы можете, напомню, уже твои же слова, что можете еще попросить на попозже, да? Да, можно в Slack заходить, если вам нужно чуть-чуть денег, что-то попробовать, приходите, мы вам дадим промокоды. Хорошо. Так, далее возвращаюсь. Какие есть правила насчет объема обучающего датасета? Вот, не совсем понял этот вопрос. Имеется в виду обучающего датасета чего, но, возможно, тебе удастся его понять. Ну да, вопрос действительно, если там пока еще быстро не написали уточнение вопроса, то я буду ответить. Окей. Объем датасета для людей это несколько десятков примеров. Для машин зависит эта задача. Обычно, если у вас достаточно простая ML-задача, хватает тысяч примеров. Есть, точнее, чем более сложную модель предобученную использовать, поговорим еще потом в практике, после разметки мы будем обучать модель, поговорим еще о предобученной модели. Если у вас большие предобученные модели, им нужно не очень много данных. А для тех, которые почти везде используются, достаточно тысяч примеров. Для какой-нибудь всяких больших языковых моделей, типа GPT-3 какой-нибудь, достаточно десятков примеров. Если вы учите Берд с нуля, миллионы примеров. Да, тут все зависит от вашей задачи. Главное сейчас воспринять вообще методологию разметки данных, понять, как это сделать, как допустить, а дальше уже зависит от ваших задач. Хотя модель мы сегодня тоже обучим. Сколько в среднем зарабатывают исполнители заданий, средняя стоимость заданий, диапазон крат, ты можешь попытаться ответить? Я сейчас, наверное, есть такая статистика. Я сейчас не знаю, сколько люди зарабатывают. Ну, так, я могу сказать, там, дискать, наверное, точное число. Я думаю, что это, наверное, несколько долларов в час, я думаю, они зарабатывают. В среднем, наверное, задание стоит, а я думаю, за 10 картинок, наверное, платят, наверное, обычные цента 2-3, наверное. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно ли в Толоке ставить задачу на сегментацию, в которых необходимо размещать цветом отдельной области изображения? Да, можно, конечно. И готовый присоединиться. То есть инструменты, интерфейс для этого всего есть. Супер. Все готовы. Так, далее. Можно ли выдавать задачу конкретному исполнителю? Видно ли, кто делал задачу, или исполнители анонимны? Так, они анонимны в том смысле, что мы не знаем имя человека, его паспортные данные, это недоступно. Мы знаем про него некоторую, вот как я сказал, статическую информацию, знаем его местоположение с точности до города, не знаем его IP, мы знаем его образование, пол, возраст, такие вещи. И, но при этом мы знаем ID-шник исполнителя. Вот ID-шник исполнителя мы знаем. То есть мы можем понять, что вот это задание, у него тот же самый человек, что вот он. Да, то есть... И можем, при желании, есть трюк, если вам очень нужно выдать задание конкретному исполнителю, если, конечно, вы не хотите с 4 что-нибудь там на платформе, то да, можно так сделать. Да, быстренько. Ну, идентификатор имеется в виду, если вдруг вам не понравился какой-то исполнитель, вы по идентификатору в рамках своего проекта можете, наверное, отфильтровать все его ответы. Да, можно сделать так. Да, если нужно выдать задание конкретным исполнителям, это тоже реализуемо. Нужно выдать этим исполнителям навык и пустить только исполнителей, которые обладают таким-то навыком. Да. Как выявлять читеры? Я думаю, ты тут ответил кратко. Вот можешь буллитами повторить? Да, быстрые ответы, контрольные задания, качество по мажорите волту. Время. Если он прошел обучение, скорее всего, он не читер. Так, тут спрашивают про Slack. Slack – это комьюнити, это такое приложение, и там есть комьюнити толоки, куда вы можете прийти после данного воркшопа, если вас заинтересует тема, связанная с разметкой данных, или вам нужно, чтобы задать авторам вопрос. Правильно я понимаю? Да. Все, супер. Если человек напишет скрипт населениями, или даже будет выполнять задание, который будет выполнять задание, это легко вычисляется? Ну, смотри, такой ответ на вопрос. Во-первых, если он… Зависит от того, насколько хорошо он его напишет, то есть, возможно, у вас словит такого человека ваш контроль качества. Если он будет быстро кликать, например, на все, то он быстро спалится. Потом, он не сможет на контролке нормально отвечать. То есть, у вас есть контроль качества, который должен такого человека поймать. Если он такого человека не поймает, значит, вы не справились с настройкой контроля качества. И в Толоке есть свой антифрод, который таких людей пытается банить на уровне платформы. То есть, вот есть ваша часть совсем диких фродеров, которые там пытаются какие-то бота-фермы делать и так далее. А в Толоке есть команда антифрода, которые просто так работают. Да, на всякий случай, еще раз повторю, это совместная задача как на стороне разработчиков Толоки, так и ваша. Потому что вы знаете собственное задание, его специфику, примерное время выполнения этого задания. Поэтому вы можете дополнительный уровень защиты на это настроить. Так, тут спрашивают, принимается ли оплата из РФ, где, я так полагаю, имеется в виду для задач. Да, насколько я знаю, принимается. Потому что про оплату в центах. Но, да, оплата принимает и деньги выводятся. Да, в Толоке оплата в долларах, но деньги можно заводить в рубли. Хорошо. Ну и выводить в рубли потом. Да. Хорошо. Так. Так, 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 так. Друзья, если я пропускаю чьи-то вопросы, вы, пожалуйста, не серчайте, повторите. Потому что я вижу, что тут часть вопросов отвечает, отвечается коллегами Никиты и Сергея. Поэтому, возможно, часть. Так, вопросы из... Не думайте переходить на крипту при оплате. Ну, мне кажется, отличный вопрос под конец вопросов. Слаг комьюнити. Слаг комьюнити нужен. Да, да. Вот, окей. Хорошо. Ну, тут я так полагаю, что на все вопросы вроде как мы ответили, друзья. Если на какие-то вопросы мы не ответили, то можете их продублировать или переписать. Вот. А мы, наверное, продолжим. Еще раз всем привет. Давайте начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Сережа. Я тоже, как Никита, работаю в Толоке. Работаю на позиции технического менеджера. Мы строим сложные проекты, не суперочевидные, такие как простая классификация, например, изображений. Вот. Что-то более крупное для больших заказчиков, для больших компаний, которые решают там сложные... задачи сложной разметки, состоящую из пайплайнов, в которых включается несколько проектов там на Толоке одновременно. В общем, отвечаю за всю техническую часть, которая как бы следует в этих проектах. В общем, как уже сказали, я вам покажу пример того, как можно на платформе, на Толоке быстро разметить порцию данных и потом использовать ее в обучении. Собственно, Никита рассказал теоретическую часть. Мы сейчас пройдем и посмотрим, прям руками, глазами потыкаемся в то, как это происходит на платформе. Я прямо сейчас отправлю ссылку в чат на презентацию. Там, по сути, краткое содержание моего рассказа. Если вдруг отвлеклись или пропустили какой-то шаг, то можете там пролистать и найти необходимый шаг. Давайте начнем. Я уже зашел на сайт платформы. У него простой адрес. Это toloko.ai. Вот, все, что нам нужно сделать. Если вы уже зарегистрировались, на платформе это злогиниться. Если вы не зарегистрировались, я вас призываю это сделать, потому что мы сегодня раздаем промокод бесплатный. Там будет достаточная сумма. Ее как бы 100% хватит на нашу разметку. И больше ее часть останется, чтобы вы могли потом сами поразвлекаться. В том документе, ссылку на которую я пошарил в чате, есть тоже ссылочка на гайд, как быстро зарегистрироваться в платформе. Там, по сути, три шага. Поэтому, если вы еще не сделали, я вас прям призываю сделать это прямо сейчас. Вот, для тех, кто сделал, например, таких, как я, у кого уже есть аккаунт в tolokia, мы нажимаем на кнопочку логин и логинимся как заказчик, как реквестор. Сейчас я зайду в свой аккаунт. Так, что-то не хочет не опускать. Давайте попробуем. Сейчас еще раз. А, я понял. Я не вбил сюда контрольный вопрос. Окей. Так, ну вот загрузилась платформа. Это, собственно, мой личный кабинет. Вот виден мой аккаунт. А, давайте я зайду только в другой аккаунт. Наш командный, с которым будем шарить. Окей. Так выглядит личный кабинет на платформе. Мы сейчас находимся на главной странице. Это вкладка проектов. Здесь, собственно, вот каждая эта плашечка. Это проект, который я когда-то создавал и запускал. Здесь, если вы только что залогинились или еще не запускали проектов, у вас, скорее всего, эта страница будет пустая. Вот. Но ничего страшного. Пойдемте создавать первый проект. Вот, собственно, кнопочка Create Project. Вот здесь мы попадаем на страницу с пресетами. Пресеты — это, по сути, настроенные проекты под определенную задачу с предзаполненными конфигурациями, там, с какой-то базовой инструкцией, с примером данных, какие там используются. Ну вот, например, первая секция — это про изображение, тут классификация, детекция, там OCR можно и так далее. Вот здесь дальше потом пресеты идут для видео, тоже для классификации, работа с текстами. В общем, тут много-много-много всего. Эта платформа постаралась и предоставила вам такой базовый шаблон, с которого можно начать размечать данные. Тут, собственно, кто-то спрашивал для работы с аудио, тут для транскрибации, для записи аудио есть пресеты и прочее. Вот. Очень много-много-много чего. Поскольку мы с вами хотим научиться прям пользоваться платформой, то мы, пожалуй, не будем выбирать никакой пресет. Вот. Долистаем до самого низа, и здесь у нас есть секция для тех, кто не нашел правильного пресета, подходящего для него. Есть опция выбрать пустой пресет. Вот. Мы выбираем, это, по сути, как бы пустой проект, который мы будем создавать с нуля. Выбираем этот solution, и мы попадаем на страницу редактирования проекта. Ну, сейчас мы его создаем. У нас здесь, по сути, три основные секции. Первая – это главная информация о проекте, настройка интерфейса и настройка инструкций. Вот. Пойдемте по порядку, по каждой из них. В первое нам нужно придумать название для нашего проекта и его короткое описание, то, как это будет выглядеть в интерфейсе для исполнителей. Вот. Мы сегодня будем, я не помню, упоминали или нет, в общем, мы сегодня будем размечать людей, фотографии людей, размечать их, на их полу классифицировать. То есть, мужчина на фото или женщина. Датасет. Мы использовали открытый датасет. Это там фотографии с сайта IMDb. Ссылочка на него есть в том файле, там в самом низу. Там приложены ссылки на ресурсы, там приложена ссылочка на этот датасет исходный. Он не полный, мы его там чуть отфильтровали, взяли там небольшую порцию данных, которая нам будет нужна. В общем, у нас сегодня гендерная классификация. Назовем проект. Чем проще, тем лучше. Gender Classification и небольшое описание. Вот, я дописал. Ну, собственно, я написал, что короткое описание, посмотрите на изображение и определите, мужчина на нем или женщина. По сути, мы здесь все заполнили. Но тут еще есть опция добавить какой-нибудь приватный комментарий, если он вам нужен, чтобы как-то идентифицировать ваш проект или для прочих нужд. Вот здесь справа превьюшечка того, как наш проект будет выглядеть на платформе для исполнителей. То есть исполнитель логинился на платформу и у него список доступных проектов, на которых он может заработать. Вот, и среди вот этого списка вот будет такая карточка, которая отвечает нашему проекту. Ну, собственно, с этой секции мы закончили. Можно ее скрыть. И переходим к следующей. Это настройка интерфейса. Так, сейчас он прогрузится. Здесь у нас есть две опции. Первое. Мы можем на самом деле создать настолько сложный и настолько интересный интерфейс, какой захотим, с помощью JavaScript, HTML, CSS. Тут есть для этого соответствующие поля. То есть если прям хочется заморочиться, можно сделать очень крутой и сложный проект с проверками и со всем прочим. И плюс есть более легкий, удобный способ создания интерфейса. Это редактор шаблонов. Он представляет из себя JSON-овскую конфигурацию. Тут есть, ну, тут как бы встроены подсказки на необходимые блоки, которые нужно добавлять. Поскольку у нас пустой проект, вот, у нас эта секция пустая, тут просто подключены какие-то базовые плагины. Я предлагаю, чтобы мы не мучились долго с созданием конфига. У меня уже есть преднастроенный, ну, созданный конфиг для этой задачи. Вот, ссылка на него есть в том документе. Если не открыли, можете прям идти параллельно со мной по документу. Там есть все необходимые ссылки на файлы. Вот, я тоже сейчас схожу в файл и скопирую оттуда на стройку. Вот этот весь стираю и вставляю нужный нам конфиг. Вот. Ну, справа, как мы могли понять, вкладка превью. Тут, собственно, показано, как будет выглядеть наша таска, само задание. Здесь область для показа изображения и, собственно, несколько вариантов ответов. Здесь их уже заранее четыре, вспоминая Никитину презентацию. У нас две очевидные опции. Это, собственно, те, которые мы хотим получить ответы мужчин или женщина. Вот. Третья опция, не знаю, не могу сказать, это для сложных и спорных вопросов, потому что там случаи бывают разные. Вот. И четвертая опция мы добавили на случай, если, например, проблемы с загрузкой изображений у талокеров, не отображается, например, изображение или какие-то проблемы с интерфейсом задания. Вот. Собственно, потом, когда мы будем анализировать ответы, увидим, что люди выбирали эту опцию, сможем проанализировать, в чем была, собственно, проблема. Возможно, у нас там ссылка битая и надо ее заменить. Вот. Чтобы еще было более наглядно, тут, на самом деле, скрыта еще третья секция. Это пример входных данных. Сейчас мы сюда добавим какое-нибудь изображение из нашего датасета. Этот конфиг тоже указан в файле. Там есть ссылочка. Если вы делаете параллельно со мной, то можете вставить тут пример изображения. Ну, вот какой-то мужчина, возможно, актер, если это мдб. Ну, вот как-то так будет выглядеть примерно наше задание. Вот. Если хочется посмотреть прям поподробнее, тут еще есть кнопочка превью. Вот. Она откроет нам прям задание в том виде, в котором увидит талокер. Это вот для мобильной версии и для десктопа. Вот. Ну, тут как бы наш пользовательский сценарий. Это выбрать вариант ответа мужчины и засобменить задание. Ну, вот получили ответ, что таска засобменичена. Круто. Пожалуй, это все, что касается интерфейса. Вот задание у нас такое, в принципе, достаточно простое. Указали все доступные опции ответов, проверили в превью, как будет выглядеть таска. Data specification. Собственно, спецификация входных и выходных данных. Тут написано, что мы подаем на вход. По сути, мы подаем один URL для каждого задания с картинкой. И выходными данными у нас является тоже одно стринговое поле, текстовое поле, которое будет содержать ответ, ну, тот лейбл, тот класс, который, вот один из четырех, который выбрал пользователей. Вот. Все предельно просто. У нас эта data-спецификация этих данных, она заполнилась сама автоматически, потому что у нас был предназначительный настройен заранее конфиг, в конфиге было указано, какие данные являются входными, какие выходными, и он их сюда подтянул. Поэтому нам тут, собственно, ничего руками в нем править не нужно. Окей. Если получается, если получилось настроить интерфейс, здорово, я тогда скрою эту секцию и пойдемте дальше. У нас осталось настроить инструкцию. Опять же, поскольку у нас пустой проект, инструкция здесь у нас пустая, тут у нас такой простой текстовый редактор. Это на самом деле HTML-редактор, между HTML и простым текстом можно переключаться вот по этим скобочкам. В файле, который я посылал, наверное, тоже, я предполагаю, что недоступен файл с текстом инструкции. Если ребята пошарили, ребята пошарили. Да, ребята пошарили, все хорошо там. Супер. Давайте тогда я тоже возьму этот файл инструкции. Он в формате HTML, поэтому нужно пойти вот сюда, тыкнуть эти скобочки. Это, собственно, будет HTML-редактор. Вставляем сюда, возвращаемся обратно, и у нас отобразился текст инструкции. Вот если нажать на глазик, то она будет в таком более пользовательско-любимом, user-friendly в общем виде, то, как она будет отображаться в интерфейсе у толокеров. Но тут какие-то базовые информации, что мы хотим распознавать мужчин и женщин на изображениях, подсказки по тому, как обращаться с интерфейсом, то, что у нас есть горячие клавиши, и что у нас есть опции «Концей», то, что не могу ответить, если картинка сложная, или «Fail to load», если какие-то проблемы с загрузкой интерфейса. Давайте, наверное, я теперь поспрашиваю вопросы. Как вы думаете, хорошая ли эта инструкция, достаточно ли она заполнена, или, может быть, в ней что-то не хватает и хочется что-то еще увидеть? Да, наверное, мы сделаем небольшую паузу и подождем ответы участников. Хорошая ли эта инструкция? Да, давайте подождем минутку. Да, отвечайте на вопрос Сергея, чтобы услышать, как это, чтобы я продублировал. Вот, как, на ваш взгляд, хорошая ли инструкция, которую вот тут ввели? Так, а у нас есть. Не хватает примеров в инструкции. Да, супер. Вот, ходки не указаны. Нам нужно определить секс или джендер. Я, правда, не знаю разницы в таком контексте. Мне кажется, они заменимы. Заменимы, но, возможно, Алекс чуть больше знает. Один, два, три, четыре, но для чего? Вот, это в продолжении хот-кейс, скорее всего. А, ну, надо прописать, какой хот-кейс и для чего. Вот так вот. Вот, следище. Так, друзья, есть ли еще предложения или уже на все ответили? Ну, на самом деле, на главный вопрос, самый очевидный, про примеры ответили. Собственно, тот ответ, которого я ждал. Да, извини, тут еще. Да, ну, такое, transgender people, оставим без ответа, наверное. Еще, если несколько людей или нет людей вообще, что делать? Нет ссылок, куда идти, если что-то непонятно или не получилось. Вот, примеры, там есть в файле другом, вроде. Это ответ на, как, ответ внутри чата от одного из наших слушателей. Вот так вот. Так, и давайте продолжать. Давайте я буду по порядку отвечать по поводу хот-кейс. Ну, да, тут в целом инструкции указано, что нужно использовать горячие клавиши. Действительно, будет не лишним прописать, какая к чему относится, но если мы вернемся и посмотрим, как выглядит интерфейс нашего задания, вот, тут на самом деле небольшие подсказки. Видно, что male – это 1, female – 2, can say – 3 и fail to load – 4. Вот это на самом деле клавиши 1, 2, 3, 4 на клавиатуре. Можно настроить те, какие удобно. Это на самом деле актуально для талокеров, потому что, когда много заданий на странице, это сильно сокращает время на выполнение заданий. Вот, соответственно, они выполняют задания быстрее, и у нас разметка быстрее сходится, и они могут быстрее получить деньги. Вот. И, ну, собственно, интересный комментарий, правильный комментарий про примеры. Тут не хватает примеров, и в особенности там корнер-кейсов, да, с, может быть, трансгендерами или несколько людей. Вот, это прям в точку. Давайте мы поменяем чуть-чуть инструкцию. Там, на самом деле, в презентации тоже внизу был указан файл с примером, с инструкцией, в которой находятся примеры. Сейчас я вставлю и покажу, как это может выглядеть в чуть более приятном виде. Вот. Ну, здесь, по сути, тело инструкции осталось то же самое, просто мы добавили примеры изображений. Так, ну, что-то у нас не отображается. Так, вот у меня теперь тоже, похоже, те же самые проблемы, что у вас. Похоже, что ссылки вот эти не открыты. Вот мы как раз, вот мы как раз напоролись на проверку. Вот, что очень здорово, что мы видели это в начале. Так, sorry, что получилось. Я проверю, sorry, что так получилось, я проверю ссылки. Вот, но на самом деле тут вот три активные кнопки, по нажатию по которым, как бы можно привести примеры изображений мужчин, изображений женщин и вот спорных, спорных неоднозначных кейсов. Здесь, на самом деле, указаны вот подписи, два изображения. Первое, на котором изображены два человека, и третий, там человек, второй это человек в маске. Там, на самом деле, очень тяжело понять, мужчина это или женщина. Вот, такие примеры хорошо указывать. На самом деле, наша инструкция работала бы и без указания примеров. Как бы вот этого тела простого описания тоже было бы достаточно, потому что проект такой суперпростой, и задание звучит очевидно. Да, извини, пожалуйста, я вот как раз сработал Don't Load. Тут Никита предложил решение поменять префикс у домена в ссылках, да, и тогда все должно заработать. Можете почитать в чате, в Телеграме, вот, на tlk.s3.yandex.net. Давайте я попробую сейчас поменять на одной. tlk.s3.yandex.net Так, можно еще раз tlk.s3? Да, tlk.s3.yandex.net Так, сейчас попробуем. Так, я поменял для этой опции. Нет, они все равно не хотят отображаться. Очень странно. Ок, ладно, друзья. Ну, я думаю, что сейчас по-нибудь камнем преткновения у нас, потому что задача достаточно такая понятная, вот, и если у вас будут уже готовые ссылки на незашифрованное облако, которое доступно, вот, то все отлично заработает. Вот, хорошо. Извини, пожалуйста, что я встрял, но ты сам попросил у тебя в нужный день. Да, нет, окей. Да, друзья, вот, давайте продолжать. Передаю тебе слово. Окей, спасибо. Ну, в общем, в целом мы закончили с настройкой проекта. Еще раз, да, мы прошлись по всем трем секциям. Вбили название, краткое описание проекта, чтобы создать карточку привлекательную для пользователей. Затем настроили интерфейс проекта, вот, для классификации изображения в нашем случае, и инструкцию в том числе. Вот, нам ничего не остается, как, собственно, создать проект, вот, по кнопке Create Project. Вот, и, собственно, проект создан, и мы провалились, вот, на его главную страницу, на вкладку пулов. Вот, пулы, это, пулы, это, собственно, такой, некая сущность, через которую мы загружаем очередную порцию данных, внутри пула мы настраиваем контроль качества, про который говорил Никита, и запускаем. Вот, собственно, с разметкой идет вот такими пулами, можете думать, что это вот такие бачи данных, которые мы размечаем. Ну, и, собственно, проект просит нас создать новый пул, мы это делаем, и попадаем на вкладку настройки пула. Здесь у нас опять несколько секций, первая базовая опять с общей информацией. Здесь у нас скопировалось имя пула, такое же, как имя проекта, оставим его как есть. Здесь, опять же, можем добавить приватный комментарий, если нам нужно как-то ориентироваться среди пулов в проекте, если вдруг у нас их будет много. Но, по сути, вот эту главную базовую информацию можно не трогать. Вот я их скрою. Идем дальше. Тут уже более интересная настройка аудитории. Эта секция ответственна, собственно, за отбор исполнителей, которые получат доступ к нашим заданиям. Первым делом можно отжать галочку, которая отвечает за то, что мы предупреждаем о том, что в наших заданиях может быть шокирующий или порнографический контент. У нас такого точно нету, поэтому можем убрать это требование. И обязательный фильтр на язык исполнителей. Но поскольку мы уже начали настраивать проект на английском, инструкцию сделали на английском, то здесь нам тоже как бы логично выбрать английский язык, чтобы исполнители, которые понимают этот язык, могли работать на проекте. Здесь, собственно, есть кнопочка, которая ответственна за добавление новых фильтров. Но мы, наверное, не будем ничего добавлять. Я просто вам расскажу про то, какие они есть. Тут можно тоже фильтровать по региону, по типу устройства. Там мобильное приложение, или человек работает с дестопа. Можно фильтровать по операционной системе, браузеру, в общем, много-много-много чему. Ну и каким-то тоже метаданным пользователям о его стране, образовании, по городу, в котором он находится и прочему. У нас проект достаточно простой, поэтому предъявлять каких-то жестких требований, как, например, к людям, которые должны размечать космические снимки, снимки космоса, нам не нужно. Поэтому ограничимся только языком. И вот тоже упомяну про вот этот слайдер. Это, собственно, настройка баланса качества и скорости разметки. Это вот встроенный, интегрированный ML-алгоритм, про который говорил Никита. Он учитывает общее поведение пользователя на платформе Толокера, качество разметки на его предыдущих проектах, его скорость, в общем, все метрики, которые он может учитывать, и отбирает, как бы, топ исполнителей. И мы можем, как бы, смещать этот слайдер в сторону либо скорости, либо качества. Если мы хотим привлечь чуть побольше Толокеров, то мы должны сместить его в левую сторону. Вот сейчас видим то, что вот по нашим настройкам отбора аудитории этот проект будет доступен шести с половиной тысячам Толокеров, которые сейчас активно излагинены на платформе. Вот в пределе здесь слева это в районе семи тысяч, и в пределе справа при отборе самых ответственных и качественных Толокеров это где-то в районе семисот. Вот у нас простой проект, поэтому можем оставить слайдер где-то в левой стороне и довериться этому алгоритму, он нам отберет нужных исполнителей. Вот, собственно, мы настроили, закончили с настройкой вкладки аудитории и предлагаю пойти к самому интересному. Это, собственно, настройка правил контроля качества, о которой мы сегодня долго говорили, которые очень важны, чтобы избавиться от недобросовестных исполнителей, отсечь ботов и как бы фильтровать людей по ходу разметки, то есть оставлять в проекте только тех исполнителей, которые хорошо и качественно выполняют задания. Здесь у нас уже есть преднастроенные по умолчанию некоторые правила контроля качества. Давайте пойдем по порядку. Первый из них, Fast Responses, это, собственно, быстрые ответы. Мы хотим ограничивать минимальное время работы на странице заданий, чтобы избавиться, ну, чтобы отсечь людей, которые супербыстро протыкивают в случайном порядке на ответы, не задумываясь над исполнением, либо отсечь ботов, которые тоже отвечают очень быстро и могут засобмитить страницу задания за секунду. Вот, мы устанавливаем минимальное время на страницу заданий в 10 секунд. Так, давайте я остановлюсь на таком, что является страницей задания. Вот здесь на английском в терминах платформы это называется Task Suite. Task Suite это, собственно, страница, которую видит Толокер, и на ней расположено, на ней находятся несколько тасок. То есть вот та таска, которую мы видели вот в превьюшке интерфейса, где у нас изображение одно плюс несколько вариантов ответа, это одна таска. Вот, мы хотим таких показывать несколько на странице, чтобы опять Толокер мог как бы одновременно сразу там выполнить несколько заданий, засобмитить страницу и получить оплату за целую страницу. Мы тем самым экономим время на переходе, переключении между страницей, их загрузки, и можем лучше играться с оплатой, то есть с ценой за страницу заданий. Вот, мы в нашем проекте сделаем, давайте сделаем 10 тасок на Task Suite, то есть одновременно Толокер будет показываться 10 заданий. Вот, и мы предполагаем, что нельзя ответить быстрее, чем за 10 секунд на эти 10 заданий. Вот, ну, на самом деле можно, но это суперсложно. Схема, как правило, нужно больше времени на это. Вот, собственно, ниже такая как бы короткая блок-схема, то, как звучит наше правило. Если количество быстрых ответов, а быстрые ответы, которые Толокер дал, меньше, чем за 10 секунд, у нас превышает 4, но давайте мы захотим их быстро фильтровать, пускай это будет 3, вот, то тогда мы его забаним на проекте на один день. Что это значит? Это значит, что если Толокер, например, за 5 секунд ответил на Task Suite, мы его сразу не забаним, потому что, ну, может быть, действительно был простой Task Suite, или он прям разогнался и один раз действительно быстро ответил, окей, мы это прощаем, но если таких ответов 3 или более, то мы считаем, что это уже либо какой-то читинг, либо человек недобросовестно быстро просто протыкивает задание, вот, и мы хотим его отфильтровать. Отфильтровать. И мы его отправляем, собственно, в бан на этом проекте на один день. Ну и здесь поставим причину, как быстрые ответы. Собственно, потом, когда мы будем смотреть на пользователей в статистике, мы можем увидеть то, что вот этот пользователь с этим ID-шником был забанен за то, что быстро отвечал на ответы. Так, с этим правилом, надеюсь, все. Если нет, пишите вопросы в чат, потом отвечу на эти вопросы, пройдемся еще раз. Второе правило, которое у нас преднастроено, это правило Majority Vote. Я предлагаю его удалить, потому что у нас в датасете в нашем есть контрольные задания, уже предразмеченные. То есть это несколько изображений, у нас-то 100 изображений, на которые даны точно правильные ответы. И мы сможем использовать правило контроля качества по контрольным заданиям. Поэтому, если у нас есть такой, как бы это более мощный инструмент, если у нас есть мощный инструмент оценки контроля качества по контрольным заданиям, то мы можем не использовать Majority Vote, поэтому я его удалю. Но нам нужно, собственно, добавить правило о оценке по контрольным заданиям. Вот нажимаем на Add Equality Control Rule и выбираем правило, которое называется Control Tasks. Вот у нас появилась карточка настройка этого правила. Давайте по порядку его заполнять. Первое поле ответственно за количество контрольных заданий, которые мы должны использовать. Здесь мы поставим 10. Что это значит? Это, по сути, такое плавающее окно, насколько, на какое количество последних ответов на контрольные задания мы будем смотреть, когда оперируем этим правилом. То есть предполагаем, что пользователь Talker ответил на несколько уже task-suitов, и мы берем в расчет, когда оперируем этим правилом, только 10 последних ответов на контрольные задания. Давайте пойдем дальше, сейчас станет понятнее. Начинаем заполнять правила. Первое здесь если и выпадающий список. Выберем здесь количество ответов и поставим их больше либо равно 10. Давайте сейчас я заполню два поля и подробно расскажу, как будет работать это правило. Так, я заполнил, давайте теперь пройдемся. Мы хотим фильтровать Talker, даже, может быть, со второго интереснее. Количество, то есть здесь мы выбрали процент правильных ответов на контрольные задания. Вот, и мы хотим фильтровать, то есть банить исполнителей, которые отвечают правильно, меньше, чем на 80%, меньше либо равно, чем на 80% контрольных заданий. Что это значит? Это значит, что, как говорил Никита, да, у нас есть страницы с заданиями, у нас их будет 10, и мы показываем, например, 8 обычных заданий и 2 контрольных. Для Talker они выглядят совершенно одинаково, но по ответам на контрольные задания, на которые мы точно знаем ответы, мы можем судить о качестве разметки. Так вот, если процент ответа Talker на эти контрольные задания будет меньше, то есть процент правильных ответов будет меньше, чем 80%, то мы пойдем и забаним его на этом проекте. Мы не хотим, чтобы он больше получал задания на этом проекте. Давайте опять на один день, и здесь поставим причину, control tasks. Вот, но тут на самом деле осталась еще первая строчка, необъясненная. Мы хотим, чтобы количество его ответов, давайте количество ответов на контрольные задания, было больше либо равно 10. Почему нам нужно поставить это правило? Потому что когда Talker ответит на первое контрольное задание, если он вдруг ответит на него неправильно, то у него, по сути, будет 0% правильных ответов на контрольные задания. Это правило применится, посмотрит, что у него 0%, это меньше, чем 80%, и сразу забанит его на проекте. Устанавливая первое правило, мы добиваемся того, что мы ждем, пока Talker ответит хотя бы на 10 контрольных заданий, чтобы мы могли судить о действительно корректном проценте его правильных ответов. Вот, поэтому мы дожидаемся, пока он даст ответ на 10 контрольных тасок. Вот, и здесь уже, если он ответил неправильно хотя бы на 2 из них, вот, то мы баним его на проекте. Это, собственно, все по правилам контроля качества. Для нашего проекта можно больше ничего не добавлять, этого будет вполне достаточно, этих двух правил. Еще раз повторюсь, что правило оценки качества по контрольным заданиям, оно такое супер мощное, если у нас есть возможность разметить контрольные задания, то нужно обязательно это сделать, и здорово, что они у нас есть. Ну, и тут осталось, собственно, справа висит еще одна область, это настройка цены, вот тоже очень интересная область. Здесь мы настраиваем цену, которую мы, как исполнитель, заплатим Talker за успешное выполнение страницы задания или task suite. Здесь, собственно, вот это поле называется price per task suite, то есть это стоимость за страницу задания, не за одну таску, не за одно изображение, а за 10. Оно по умолчанию стоит равным 2 центам, но у нас, поскольку супер простое задание, можно поставить его 1 цент, и это будет как бы все равно привлекательно для исполнителей. Тут даже нам есть подсказочка, что, собственно, за такую цену платформа рекомендует нам поставить количество тасок в task suite равным 10. Вот мы так и сделаем. И еще одно, как бы оставшееся поле, которое тоже предзаполнено, это overlap. Overlap – это параметр, который говорит, скольким людям мы покажем одну и ту же таску, то есть одно и то же изображение. Зачем его использовать? Зачем оно вообще нужно? Нужно опять вспомнить, да, что мы имеем дело с краудом, и ответы могут там очень сильно отличаться, мы можем получать плохие ответы, например, от недобросовестных пользователей, или если, например, какой-то сложный случай, один человек думает, что там в нашем случае это мужчина, а другой думает, что это женщина, если мы спросим только одного из них, то мы получим какой-то, ну, то есть очень субъективный ответ. Поскольку у нас большая база исполнителей, мы работаем с краудом, у нас есть опция спросить один и тот же вопрос у нескольких людей. В данном случае мы оставим этот параметр равным трем, то есть мы каждую таску покажем трем разным людям, будем иметь три ответа на одно и то же изображение, и затем сможем сегрегировать их ответы, чтобы получить более точный результат. Например, мы посмотрим, что два из трех талокеров ответили, например, утвердительно, что на изображение мужчина, а один, что женщина, и мы сделаем выбор в пользу ответа большинства. Ну, собственно, как мы будем агрегировать ответы, это потом, наверное, расскажет Никита, но в целом в платформу интегрированы способы агрегации, это делается автоматически, вам ничего не нужно делать, просто при выгрузке результатов выбрать нужную опцию агрегации. Вот, все уже преднастроено. В целом мы прошлись по всем настройкам пула. Я не знаю, давайте я сделаю паузу, спрошу, все ли тут понятно, или, может быть, я что-то упустил, или нужно что-то отдельно проговорить голосом. Если есть какие-то вопросы дополнительные, помимо вот этих ссылочек, да, вот, это не так важно, друзья, не упорствуйте в этом, потому как это не повлияет на наш результат сильно, правильно я говорю? Да, да. Да, все, все. Да, если есть какие-то еще вопросы, можете задать их. Вот, и сейчас мы, напомню, формируем с вами некоторый проект для того, чтобы запустить разметку данных. Разметка данных – это очень важно, потому что не везде данные лежат готовые на блюдечке. Иногда, чтобы что-то запустить, нужно сделать предварительную разметку. Так, слежу за вопросами. Слежу, слежу. Так, создала проект, теперь нужны финансы, пишут. Тут были вопросы по поводу бана. Представь, что пользователь что-то размечал, и его забанили. Учитываются ли ответы до бана или нет? При данных настройках они учитываются, но, собственно, опять же, да, потому что у нас настроен оверлап, мы можем себе это позволить, то есть несколько неправильных ответов на задание с надеждой на то, что оверлап с правильными ответами от других пользователей потом перекроет эти неправильные ответы. Но на самом деле тут есть еще опция. Нет, в нашем случае, наверное, нет, потому что у нас проект с автоматической приемкой. Но тут, если видите, есть на самом деле, если углубляться, есть опция не автоматической приемки заданий. Это значит то, что Толокер выполняет задание, сабмитит его и сразу не получает деньги. То есть у заказчика резервируется, замораживается какая-то сумма, которую он при правильном прохождении этой таски должен заплатить Толокеру, но он сам должен принять решение, правильно или неправильно он это сделал. Вот. Это как бы используется для более сложных проектов. Там такие вещи можно контролировать. То есть можно, например, если мы видим, что Толокер плохо отвечает, не принимать ни одно из его заданий. То есть если мы отправили его в бан, можно не принимать ни одно из его заданий. Ладно. А ему будет оплачена работа? В нашем проекте, да, 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 будет оплачена работа, которую он провел Дубана. Вот, то есть столько тасок, сколько он успел засабмитить, ему заплатится. Если его забанили, например, по контролю качества, например, он дал ответ на 10 контрольных тасок, у нас по две контрольные таски на странице, и после пяти страниц мы его забаним. Он получит 5 центов вот за те страницы, которые он выполнил. Да. Так, где указать, сколько заданий на странице? Сейчас мы до этого дойдем. Мы будем это указывать, когда загрузим данные непосредственно. Так, напомню, что тут нужно указать промокод. Вот он есть в чате. Так, пум-пум-пум. Потом после add в quality control, что выбрать? Я прохожу гайд, тут чуток изменений, чуток другое, чем в гайде. Ну, вообще, в гайде должны быть очень похожие правила, если не точно такие же. Не знаю, ну, уточните. На самом деле в гайде должны быть корректные правила, можно настроить как их. Как сделано там. Можно повторить те, которые я делаю сейчас. Если там какое-то существенное различие, то, пожалуйста, уточните. Так, в профиле промокод применить можно. Так, пум-пум-пум. Да, давай мы еще минуточку буквально подождем, пока тут все применяют промокод. Еще один вопрос. Правда, друзья, пишите, пожалуйста, в телеграм-канале, но я прочитаю. У меня фи, я так полагаю, налог, да, хотя не 30%. То есть это нормально? Да, стандартная комиссия платформы – это 30%. Вот. То есть, когда вы рассчитываете бюджет, вы считаете, что вот один цент – это то, что получит Толокер за страницу, и 30% от этой суммы спишется с вашего счета как комиссия платформе. Вот. То есть, если вы потратите 10 центов на Толокер, 10 долларов, например, на Толокеров, на плату работы Толокеров, то 3 доллара спишется на платформу. То есть, общая стоимость разметки будет 13 долларов. Хорошо. Пишут, что 30 баксов, спасибо, живем. Вот. А почему у вас 20%? Ну, тут вопрос, Михаил, у Андрея 30%, правильно? Да, стандартная 30%, вот, поскольку это наш рабочий аккаунт сервисный, вот, то на нем стоит комиссия чуть пониже. Вот. Но по умолчанию у всех комиссия 30%. Да. Так что вы знаете, как получить дополнительную скидку. 10%. Так, срок действия промокода есть? Нет. Насколько я знаю, промокод бессрочный. Эти деньги появляются на счету, и можете пользоваться ими, когда захотите. То есть, они не сгорят. Если я не прав, то ребята может ответить в чате подробнее. Но с обычными деньгами логика точно такая. То есть, они не протухают на платформе. Если вы пополняете счет, то они будут лежать там ждать вас, пока вам не понадобится. Супер. Add quality control rule нажимаю, а там выходит выбор elementary, basic, advanced. Вот что выбрать? Да, здесь это на самом деле то, про что задали вопрос. Это пресеты контрольных заданий. Тут есть описание под ними, то, что они обозначают, то, что под ними. Можно попробовать и потыкаться в каждый из них. Но если пролистать чуть ниже, то тут есть отдельно в отдельности каждое из правил, доступных на платформе. Тут и быстрые ответы, и анализ совмеченных ответов, настройка капчи, настройка контрольных тасок, majority vote и прочее. То есть, если вы выберете один из пресетов, то появится какой-то набор уже предустановленных, предзаполненных контрольных правил. Если они вам подойдут, то можете их использовать. Либо собрать руками, вот тот набор контрольных правил из всех доступных, которые вам хочется. Супер. То есть, можно просто пролистать вниз. Супер. Да. Если еще... Тут есть еще промокод после регистрации на 20%. Я не знаю, тут рефералочку, что ли, уже раздают. Или действительно есть такой в чате. Да, но на этом вопросы... А, не рефералка, чисто Google. Ну, Google там тоже. Но, пожалуйста, пользуйтесь. Я думаю, что вряд ли у нас тут есть недобросовестные коллеги. Поэтому... А, да, TALOCO-KIT. Если вы используете такой промокод, только будьте вежливы, пожалуйста, попробуйте TALOCO-KIT, чтобы... Раз вы используете этот промокод. Да. Так что вот TALOCO-KIT 1 это на 20%. Так. Ну, тут обещают дождь из промокодов в Slack. Ну, дождь из промокодов это мои слова, да. Вот. Чтобы Slack дал зарегистрироваться, нужно под VPN это сделать, я вам напомню, да. Потому что RF, он забанен. Так. А давай продолжать. Я думаю, все готовы. Давайте продолжать. Вы успели. Окей. Спасибо. Ну, собственно, после того, как мы настроили пул, все контрольные, правила контрольных, контроль качества, цену, нажимаем на кнопку Create Pool. Ждем, пока он создастся. Вот. И наш пул готов. Ну, тут вот по хлебным крошкам видно, что мы находимся в пуле. То есть, первый уровень это проекты, список, ну, как бы страница всех проектов, потом наш проект Gender Classification и пул одноименный. Собственно, пул у нас находится в статусе Waiting for Data. Давайте не мучить его. И вот по кнопке загрузки данных загрузим датасет. Вот сейчас нам, собственно, нужен тот TSV файлик, который 4000. Файлик называется 4000, input 4000 general плюс 100 контрольных тасок. если он не открывается по ссылке из документа, то я думаю, что ребята продублировали в чатике. так, и мы идем дальше, нажимаем на загрузить. Вот, собственно, здесь мы попали на страницу, это практически последнее, что от нас нужно, это вот настроить количество тасок, которые будут показываться на странице. Вот, здесь мы оперируем понятиями general tasks, то есть обычные задания и контрольные задания, которые мы будем подмешивать. Ну, мы договорились, что мы будем использовать 8 обычных тасок и 2 контрольные. Вот. Тут вот справа, собственно, превьюшечка одной страницы с 10 фотками из нашего датасета. Вот уже подгрузились изображения из нашего файла. Ну, собственно, теперь нажимаем на кнопку загрузить после того, как все готово. Ему сейчас понадобится какое-то время, может быть, 2 минутки. Почему так много времени? Потому что, собственно, сейчас он будет рандомно раскидывать задания из файла и миксовать их вместе с контрольными заданиями. Вот. После того, как он сформирует вот все страницы из наших данных, у нас в файле 4000 данных, 4000 изображений, которые мы хотим разметить, и 100 контрольных, на которые... Да, да, секунду. Сейчас там файл продублирует, файл input, вот, корректный, продублирует в чате, чтобы все хорошо работало, да. Потому что там, я так полагаю, тоже ссылки на... Вот. А пока я быстренько... Вот. Все. Да, вот тут файл, ссылку, все. Быстренько, быстренько, быстренько вопросы. Два контрольных, это же мало, учитывая, что их всего 100 на 4000. ну, на самом деле, это немало. Смысл в том, что мы хотим, чтобы наши задания разметились быстро, мы хотим использовать силу и мощь крауда, и поэтому ожидаем, что наш проект придет много людей, то есть десятки и сотни людей. И каждому человеку мы будем показывать несколько страниц заданий. Так, вот мы тут попали на ошибочку долгой загрузки. Давайте попробуем еще раз. У нас файлик такой, да, достаточно большой. Да, пока грузится, еще один вопрос. Почему у вас поля все теряются в форме, когда уходишь с страницы? Сходил промокод ввести, все данного заполнять? Наверное, просто забыли, я остановился на вопросе, когда мы обсуждали промокод, остановился и не нажал на кнопочку Create Pool. Вот, наверное, тоже забыли нажать на кнопочку создать пул, то есть забили, ну, преднастроили все настройки, но не подтвердили как бы создание пула. Вот, это надо было сделать, чтобы он сохранился. Да, тут пишут, что такая же ошибка, вот, должен переварить, давайте попробуем как это, дождаться, повторять до момента успеха. Да, если сейчас вдруг не получится, то можем порезать, загрузим чуть поменьше, там, 2000, например. Да, у нас просто вас, друзья, слишком много пришло, вот, нас замечательный. связанно с этим. Ну, ладно. Может быть, не угадали с размером. Давайте попробуем, вы пытаетесь, я попробую, чтобы мы двигались дальше. Этот файлик где-то пополам укоротить. да, друзья, обратите внимание, файлик предлагается укоротить пополам, вот, чтобы у нас был успешный успех, и все загрузилось. Нам важно сейчас отработать основные, как нам важна техника, а не супер важный итоговый результат. Да, я там часть удалил, давайте сейчас попробую. Да, тут пишут, а если не укорачивать норм, у меня все загрузилось, но я так плаваю. Если загрузилось, то супер, он на самом деле должен прокашляться и загрузить, вот, странно, что он меня уже второй раз не загружает. А, ну вот, в общем, у меня загрузилось 2300 тасок, а, и задублировались контрольные задания, но бог с ними, ничего страшного. У меня загрузилось из 4200, если у вас получилось загрузить 400, то здорово, он на самом деле должен дать это сделать, вот, если нет, то можно загружать разными порциями, либо двумя разными файлами разбить, например, 2000 и 2000, тогда он точно переварит, или, если вы уже добрались до промокода с толока кита, вот, то можно загружать задания с помощью толока кита через опишку, вообще не трогая интерфейс, вот, это здорово, если вы до этого дойдете. Звучит шикарно. Все, ладно, продолжаем. Продолжаем, да, в общем, добивайтесь, чтобы у вас загрузились данные, если нет, то попытайтесь загрузить их, может быть, маленькими порциями, да, например, по двери, разделив пополам. В общем, данные у нас загрузили, здесь статистика, вот, по количеству загруженных данных, у нас, у меня вот получилось 2300 тасок и 200 контрольных, вот, они задублировались, но ничего страшного, они просто, как бы, будут чаще, чаще показываться. Ну, то есть, не чаще показываться, а, например, то же самое контрольное здание будет показываться чаще. И приблизительно, вот, нам платформа посчиталась, у нас будет 864 страницы задания, это, как бы, если взять 2300, разделить на 8, потому что у нас 8 обычных тасок на странице, и еще с перекрытием 3, получится где-то вот такое число. Ну, давайте размечать, собственно, нажимаем на старт лейблинг, здесь у нас превьюшечка еще раз, с какими-то базовыми настройками по цене и по оверлапу, и сколько у нас будет стоить проект. Вот, ну, для меня проект будет стоить вот с такими настройками в районе 10 долларов. Вот, я соглашаюсь с этим, нажимаю на запуск, вот, ну, собственно, все, проект запущен, он перешел в статус лейблинг, и здесь вот справа прогресс бар, на котором, собственно, 0% выполненных заданий, здесь будет прогресс разметки нашего проекта. Вот, мы видим, вот у меня уже кто-то взял активный assignment, вот я вижу, что у меня один активный assignment, сейчас их станет чуть побольше, будет более наглядно. Внизу еще, давайте пока поговорю, вот тут внизу на странице тоже приведена какая-то базовая сводка со статистикой по этому пулу, еще раз видим, сколько вот активных талокеров на платформе сейчас, которые готовы размечать, ну, их порядка 7000, чуть больше, количество заинтересованных в пуле, это те, кто, собственно, открыл проект, посмотрел задание, но тут 0, на самом деле, просто страничка не обновилась, сейчас я ее обновлю, мы видим более реальные цифры, да, ну вот 16 человек, двое из них уже засабмитили, то есть 16, это кто-то взялся и выполняет, вот здесь вот наводя на этот прогресс бар, видим, что 16 активных ассайментов, 6 уже принятых, то есть уже 8, это засабмиченных, ну, в общем, разметка у нас пошла, идет полным ходом, да, ну, тут начали двигаться процентики, мы разметили 1% данных, сейчас по мере того, как народ, ну, талокеры на платформе, у них будет появляться наш проект, вот, я ожидаю, что будет их приходить все больше и больше, и разметка ускорится, вот, но если вы еще запускаете параллельно со мной, то вероятно на платформе сейчас куча проектов, одноименных, посвященных классификации пола, вот, и, наверное, талокеров глаза разбегаются, куда же идти. Давай, давай, как раз немножечко поговорим, поотвечаем на вопросы, уйдем на перерыв, пока все размечается, а уйдем на перерыв, чтобы разметить задание друг друга, вот, хорошо, так, как исполнителю найти здесь созданные проекты, можете показать, как это выглядит для исполнителя? Ну, для исполнителя надо перелогиниться, я предлагаю после перерыва показать, как выглядит интерфейс исполнителя, чтобы это, сейчас на перелогин не тратить время. Так, тут вопрос, прислали скриншот, непонятно, что дальше, я думаю, команда поддержки в чате ответит, потому что тебе не видно скриншот, где посмотреть количество забаненных, но это, вот тут этот названный номер, появляется количество забаненных? Здесь не появляется, вот, но у нас вот тут вот есть вкладочка users, то есть мы все еще, все это время находились на вкладке проектов, у нас есть вкладка, посвященная пользователям, давайте вот на нее сходим, здесь, собственно, статистика по пользователям, которые представлены у нас в интерфейсе в виде айдишников, ну и мы можем на них посмотреть, так, локеры, незабаненные, тут на самом деле надо поставить всех, окей, поставим только, только тех, которые работали у меня, вот, и нужно выбрать проект, вот, мы найдем свой проект, который называется Gender Classification, ой, да, так, нужно выбрать с последним айдишником, который мы создали, это вот этот, так, сейчас с фильтрами поиграемся, почему-то он не хочет искать, дайте пробуем еще раз, может быть я не указал пул, сейчас поищем пул, ну, собственно, да, вот это общий список пользователей, каждого из них можно зайти посмотреть, на каких проектах он работал, сколько заработал, ну, собственно, на каких из, из своих проектов, да, нельзя посмотреть, но, про другие, так, вот еще раз наш проект, пул, я не находит, наверное, я выбираю не тот проект, ну, в общем, не суть, я сейчас выберу какой-нибудь, да, например, вот этот проект, и, здесь мы выбрали не забаненных пользователей, тут есть опция выбрать пользователей, у которых проектный бан, вот, ну, тут таких нету, но, если они будут, те, которые мы забанили на проекте, они будут здесь баном, ну, давайте я какого-нибудь найду вам, сейчас найду на каком-нибудь другом проекте, для примера, чтобы показать, как это выглядит, вот, я отфильтровал людей с баном на проекте, например, вот этот человек, пикует по его идишнику, вот, и здесь, собственно, он забанен на одном проекте, и можно посмотреть, за что он забанен, забанен, вот он забанен за, с причиной контрольной таски, которую мы указали, это значит, что он плохо, ну, не прошел контроль по, контрольные правила по контрольным заданиям, вот, то есть, как бы, наше правило сработало, вот тут это можно сделать, давайте я вернусь на страницу проекта пока, если еще вопросы. Вопрос в основном, вопрос в основном бюджета, и скидывать скриншоты, извини, я думаю, что тут все ответят в чате, напомню, у нас есть телеграм-чат, где можно задавать вопросы, там и скинуть скриншоты, думаю, что пора уже переходить на перерыв. Да, давайте, вот, как раз у нас уже 40%, сейчас придем с перерыва, и данные уже как раз быстро доразметятся. Давайте я перед перерывом еще тоже вкину вопросик на такой, как мини-конкурс, тоже там, за ответ на, за самый интересный ответ мы тоже обещаем прислать какой-нибудь толокинский мерч, даже если вы, например, не дошли до конца проекта, но дадите веселый ответ, то мы вас как-нибудь поощрим. Вопрос заключается в том, то есть подумайте, как, допустим, сейчас у нас доразметится пул, и мы получим какие-то размеченные данные. Как нам оценить, насколько у нас хорошее качество разметки в этом пуле? Вот, то есть проблема заключается в том, что у нас не с чем сравнивать, обычно есть какой-то golden set, ground truth, с которым мы сравниваем. В нашем случае, собственно, наши датасеты должны являться этим ground truth, но поскольку мы не сами размечали, а дали на откуп крауду, то хочется понять, как вы будете оценивать качество собранной разметки. Поразмышляйте на эту тему, пишите ответы в чат, мы обязательно оценим и выберем самый интересный. Да, когда все разметится, мы нажимаем на кнопку download results, убираем вот эту галочку, вот обязательно, она все портит в жизни, и еще раз download results. у нас скачивается файлик с разметкой, вот, я уже тут один подготовил у себя, и после этого, что мы делаем, я сейчас скину ссылку на коллаб, чат в зуме, потому что доступа к другому у меня здесь нету, если еще, организаторы, пожалуйста, перекиньте в телегу, у меня есть интересное задание, из-за которого нам досталось от талокеров когда-то, мы писали научную работу одну, и нам нужно было взять какое-то сложное задание, где эти талокеры должны были писать числа, вот, и мы не придумали ничего лучше, чем размечать картинки, на которых были нарисованы скрепки, и нужно было талокерам посчитать количество скрепок на картинке, и это задание всех достало, просто нам, про нас даже на 2Ч написали тогда, что какой мы запустили идиотский проект, там типа картинка, и нужно 40 скрепок там посчитать, не ошибиться ни на одну, на картинке найти их все, вот, открываем коллаб, собственно коллаб это сервис от гугла, где можно запускать жопайтер ноутбуки с графическими ускорителями бесплатно, бесплатный гпу, нам нужен гугл аккаунт, чтобы зайти сюда, без гугл аккаунта он не работает, что нам нужно сначала сделать, нам нужно взять, закинуть, так, подключиться к среде выполнения, нажать на вот эту кнопочку слева, закинуть сюда наш файлик, который мы скачали, сейчас закину свой, да, 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 после того, как мы отключимся, этот файлик удалится, ничего страшного, ждем пока он грузится, пока расскажу, что мы будем делать, мы сейчас будем обучать простой классификатор изображений на PyTorch, используем библиотеки Team, PyTorch и MagModels, мы это сделаем почти в три строчки, покажем, насколько это просто, никаких особо знаний машинного обучения здесь не нужно, можно, хотя, если вы знаете, то можете позадавать вопросы какие-то, если не разбираетесь, то достаточно знать, что вот эти магические несколько строчек обучают модель, наш метод работает с любым классификатором картинок, то есть, если вы будете делать классификатор каких-то других картинок на абсолютно другую задачу, вы можете полностью переиспользовать вот этот код, который я сейчас буду показывать. Да, сначала нужно нам все пакеты поставить, давайте поставим их, нам нужно тут OpenCV, Team, Get и CrowdKit мы будем пользоваться, CrowdKit это наша библиотечка, которую мы в Толоке написали, которая реализует методы агрегации разные. Скачиваем исходники наших изображений, я предварительно запаковал их все в архив, поэтому мы скачиваем прям все изображения одним бумагом и распаковываем архивчик. Дальше, что нам нужно сделать? Вообще, наша итоговая цель получить следующее, нам нужно получить картинки в папочке Dataset, разложенные по папочкам Mail и Female, вот это все, что нам нужно для того, чтобы начать обучать модель. Собственно, на основе разметки мы будем это делать. у нас тут, кажется, скачались картиночки. Импортируем все, что нужно. Так, создаем папочки. Вот этот файлик, который мы сюда залили, нужно переименовать в просто Assignments. Так, давайте я его переименую. тоже с вами. Отлично. Считываем просто в Pandas наш TSV файлик, смотрим, что у нас в результатах. У нас в результатах много чего, например, ссылка на картинку, ответ, который дал исполнитель. если это было контрольное задание, то правильный ответ на контрольное задание, hint для тренировочных заданий, ссылка на прям на страничку задания в Толоке, айдишник задания. Вот нам еще потребуется айдишник исполнителя, всякий статус задания, аппрув, так далее, когда оно было выполнено. Нам нужно, нам нужны три колонки. input image это непосредственно ссылка на картинку, output result это лейбл, который поставил исполнитель, и assignment worker id это id исполнителя. Вот эти три колонки мы можем кормить в агрегацию. Как это сделать? У нас агрегация кушает data frame с тремя колонками task, label и worker и дальше делает какую-то свою математическую магию, которая нам возвращает для каждого task один лейбл. Собственно, берем нужные нам колонки и переименованных. Дальше. Мы будем пользоваться методом David Skin. Это такая математическая модель, которая была в 79 году придумана статистиками, которые занимались оценкой, обработкой мнений докторов, чтобы поставить в итоге правильный диагноз. Они давали пациента осмотреть нескольким докторам, они давали разные мнения насчет диагноза и потом агрегировали вот эти вот ответы докторов в один какой-то единый диагноз. Так, собственно, берем David Skin, запускаем, отработал. Давайте посмотрим на результат. Теперь у нас для каждой картиночки есть один лейбл. Вот для этой фемейл, для этой мэйл, раскладываем вот эти картинки по папочкам. Берем только лейблы мэйл и фемейл, к концу и мы не берем, потому что непонятно что с ним делать, непонятно как в модели его скормить. Окей, по папочкам разложили, давайте проверим, что действительно так. Наверное, их слишком много, чтобы она прогрузилась к лабе. Поверим, что это так. И травим функцию createDataset, уже за нас написанную, которую мы и стим импортировали в нашу папочку dataset. Теперь скачиваем веса, предобученные на ImageNet модели. Мы возьмем достаточно большую нейросеть ResNet 50, которая училась на огромном датасете ImageNet. видела очень много разных картинок, как раз-таки пыталась прискать 3000 классов, про которые я говорил когда-то в начале. И так как она видела много уже всего разного, ей будет легко обучиться решать нашу простую вот эту задачу. Потому что наша задача достаточно простая. Она качается. Качается. так, теперь делим выборку на обучающую эволюционную. Что это значит? Мы будем на 80% картинах мы будем модель учить, на 20% будем тестировать, как она работает. Иначе она просто выучит правильные ответы на те задания, которые мы ей даем, а на всех остальных будет выдавать бредку. это и кстати, о, кстати, у меня уже повезло, но нужно было выбрать еще аппаратный ускоритель GPU, иначе мы не дождемся, пока оно все заработает. Если у вас выбран здесь тыкните среда выполнения, сменить среду выполнения CPU, с non на GPU, возможно нужно будет перезапустить все эти ячейки сверху, просто перезапустить и до сюда и все. Так, учить будем на GPU, поэтому модельку отправляем в видеопамять из оперативной памяти, будем пользоваться стандартным оптимизатором ADAM, пишем вот эти магические строчки и запускаем обучение. Каждая эпоха, эпоха это один проход по всему датасету, мы будем печатать долю правильных присоединений модели на обучающий выбор киноволюционный. Эта метрика называется accuracy машинного обучения. Если кто-то захочет что-то подробнее про этот код узнать, можете не спрашивать, я все поясню. Просто тут нужен некоторый уровень понимания того, что происходит в ML, наверное, эта тема немножко за границами того, что мы тут хотим рассказать по поводу того, как простую нейронку обучить, есть куча разных туториалов других, прям их полно, но если что-то захочет узнать подробнее, опять же, перенести не спрашиваю. Так, стартуем. Она сейчас у нас будет некоторое время будет обучаться у нас вот здесь. это все достаточно быстро происходит, у нас всего лишь 30 секунд на одну эпоху, нескольких эпох нам достаточно. Пока она обучается, Петя, там есть какие-нибудь вопросы? Да, давай, я позадаю вопросы, там есть, был вопрос по ГПУ, но ты фактически сказал, что ГПУ будет обязательный. Так, сейчас, секундочку, я тут формировал ответ. Далее, почему отступы два пробела? Глаза это потому, что в Гугле принято два пробела отступы делать. Это у них по гугловскому страйду. Хорошо, да, гугловый пеп. Так, так, тут, 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 а если на ГПУ ругается коллаб на ограничение, ограничение вида, что невозможно подключиться к ускорителю ГПУ, из-за лимитов на использование коллаб. Тут бы я сказал, что может получиться, что может быть у вас уже запущены какие-то Jupyter ноутбуки с ГПУ и надо их приостановить и зашатдаунить. Также тут со скриншотом я думаю коллеги помогут ответить на вопросы, да, так, у кого-то сто процентов разметка прошла, так, вы используете Transfer Learning с библиотекой Trim, какие веса замораживаются? Веса вообще не замораживаются, мы все веса разморожены. хорошо. При загрузке из толоки можно отжать галочки на ненужные поля воркер одной из них. Но это ответ был, почему нет воркера. Вот, что еще? Воркер не нужно отжимать, если что. Воркер на... Хорошо. Ну, давай, последний вопрос пока. Почему толока это толока? Название? Там, это на самом деле какое-то русское слово, которое обозначает что-то там люди вместе делают. Коллеги могут сейчас загуглить. Я слышал, что это с белорусского вот толока, именно сборище, сборище людей. Может быть, да. Может быть. Вот, ну, опять же, как это... Так, на ошибки, я думаю, коллеги тут помогут, ответят. Так, хорошо. Ну, name error, name result is not defined. Ну, окей. Я думаю, что по поводу кода будет сложно, не видя примеры поотвечать, поэтому давай продолжать. Да, нужно файлик, если что, нужно файлик загрузить сюда и назвать его assignments.tsv. А пока у нас уже можно убить обучение, в принципе, потому что мы видим, что accuracy на валидации почти перестала расти. Вот оно у нас 94% предсказывает правильно. Можно считать, что этого достаточно в нашем случае и идти дальше. Сохраняем веса. Теперь у нас появился файлик здесь обновим. Gender classification.pth это веса нашей модели. Скачиваем. Так. Дальше осталось ее задеплоить. У меня тут был когда-то, когда я готовился, у меня был здесь классный пример про то, как можно задеплоить модель прямо из коллаба. К сожалению, Google обнаружил такой невероятный факт, что из коллаба можно там пробрасывать через SSH порты и забанил всех, кто так делает. Так что я выложил, приложил ноутбуки код, который нужно запустить, чтобы ее задеплоить где-нибудь на вашей машине на Linux. Я сделал это заранее. Мы будем тут код через FastAPI, в котором мы реализуем непосредственно два метода. Дай ссылку на картинку, верни JSON-чик с предсказанием, с лейблом и вероятностью. И непосредственно файл, то есть непосредственно загрузи файлик и верни JSON-чик с предсказанием. Как делается, просто берем, загружаем веса модели и натравливаем ее на картинку. Получаем вероятность SoftMax от SoftMax от фрискания модели. Так, давайте теперь потыкаем, посмотрим, что получилось. Если что, у меня тут пример и снизу уже развертанные модели. Так, сейчас я вам покажу. Я тут развернул у себя на Яндекс. Облаке сервис. Надеюсь, вы его не положите. Если положите, ладно, будет весело. У него можно потыкаться. Я наклепал HTML, которая с этой IP-шкой разговаривает. Давайте пробуем нашу нейронку что-нибудь покидать. Я тут поготовил какие-то картинки, которые можно было в нее закинуть. Давайте посмотрим. Ну вот первое. Это прям из нашего обучающего датасета картинка. Вот какая-то женщина. Давайте попробуем в нее откнуть и нажать предикт. Ну смотри, действительно female probability очень много. Давайте что-нибудь посложнее. Я еще сегодня днем на вебку сфоткал все у себя на ноутбуке. Посмотрим, что она выдаст на меня. male probability 0.99 Тоже неплохо. Давайте мою фотку из телеграма посмотрим. Female probability 93 Ну бывает. Сейчас обсудим почему так случается. Модель ошиблась. Иногда случается. Давайте фотку руководителя ресерча Толоки загрузим. Одним устал. Посмотрим, что она выдаст на него. Окей, mail probability 73. Ну то есть в среднем работает. Можете погрузить свои фотки, посмотреть, поржать на тему что получилось. Попробовали потыкаться? В чате что-нибудь происходит? Напишите в чат, скиньте какой-нибудь скрин того, чего слышал. Так, я на всякий случай перекинул еще раз ссылку, чтобы все могли потестить веб-сервис. Так, что еще? Ну, вопросы были. технические, технические вопросы, если там нужно. Ну, я думаю, тут постепенно коллеги справляются, решают вопросики, вот, решают вопросики. Да, там у кого-то не было fast-api, правильно его надо поставить в коллаби. В коллаби это не заработает. То есть, в коллаби заработает. но у тебя там импортится fast-api. Да, 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 оно импортится, нужно будет, если вы, если вы захотите воспроизвести это у себя на машинке, да, вам нужно будет поставить fast-api и unicorn. Да, то есть, нужно, прежде чем делать импорт fast-api, нужно сделать pip install fast-api, вот, то есть, да, да, pip install либо. Закидывают сюда фоточки, где на мужика female 0,9, ну, 0,89, велосипед, где мужчина 0,79 и, ну, короче, все кекают с этого. Да, сейчас я еще вот так попробую. отличная фотография. Сейчас мы попробуем на ней протестировать. Так, у меня она всегда с вот этим фоном, который у нас здесь в студии, она выдавала female. Давайте посмотрим. Да, ну, почти, ну, почти, чуть-чуть не хватило. Да, сейчас поговорим, почему так происходит. Да, давай поговорим, почему так происходит и вернемся к коду, да, я пока что тоже опять покину, вот, потому что технический вопрос там постепенно будут решаться. Да, если кто-то кому-то нужен QR на сервис, можете вот. Да, давайте посмотрим, почему так произошло. У нас, даже, наверное, можно чуть-чуть сбежать вперед. У нас, мы здесь немножко соврали, наверное, в том, что мы показываем именно прям как самого абсолютного нуля дойти до обычной модели, потому что мы уже взяли готовый датасет с лицами людей. Это, это известный датасет называется AMD Viki, это картинки с AMD и с Википедии, собственно, актеров и всяких известных людей. Эти картинки хорошие, на них видно лица, они сняты чаще всего на какие-то профессиональные камеры, и из-за этого модель видела только часть вообще возможных изображений людей. И когда мы пытаемся загружать в нее какие-то наши изображения, мы часто получаем то, что называется auto-distribution samples. То есть мы пытаемся показать модели то, чего она никогда не видела. Вот можно даже взять, попробовать сюда залить что-нибудь совсем, совсем есть у меня, у меня, к сожалению, нету здесь картинки совсем без лиц, но вы можете залить картинку совсем без лиц, хотя, может, давайте тоже попробуем сделать. Я сохранил просто белый экран. Смотрите, белый экран это мужчина с вероятностью 81%. Так вот, когда мы кидаем что-то, что модель не видела, она выдает абсолютный рандом. Причем чаще всего, так как это картинки где-то совсем далеко, скорее всего, модель никогда, так как модель ничего не видела похожего, а в весах получается что-то странное, и при умножении матриц что-то все уходит куда-то в плюс бесконечность, например. Это все ведет к тому, что у вас на auto-distribution sample создаются предсказания со слишком высокой уверенностью. Это нормально, то есть это в принципе в Мэйле так происходит. Плюс к этому у нас мало всяких корнер-кейсов. И у нас, как я сказал, картинки только одного типа, взятые с Википедии, с MDB, даже чуть-чуть уже предобработанные перед этим, они к минимум квадратные, нормально обрезанные квадратные. И что с этим делать? Вот что делать, если мы реально хотим крутую модель построить? Можно пытаться делать что-то с моделью, но лучше всего делать что-то с данными. И для того, чтобы решить проблемы с данными, нам нужно просто собрать как минимум больше данных. Во-первых, можно просто даже от тех же самых однотипных картинок можно было загрузить больше. Вот я вот эту модель обучил на 8 тысячах, кажется, или 10 тысячах примеров. Так вот если вы скачаете свою разметку, особенно если вы еще что-то там пообрезали, тогда если 4 тысячи у вас не загрузились, у вас возможно будут результаты еще похуже. То есть как минимум можно пытаться однотипные данные загружать, можно пытаться загружать какие-то другие данные, например, вот фотки с других углов или там другие фотки, другие камеры на вебке. так. И еще можно пытаться модель научить как-то детектить auto-distribution сэмплы. Для этого есть отдельная наука, отдельная прямая область ML, которая занимается тем, как вот такое детектить, что мы в модель дали что-то то, на что она не может адекватно ответить. Но можно попробовать сделать, например, в разметке, вот использовать вот этот конце в разметке и обучать модель предсказывать что-то типа другое. Мужчина, женщина и другое. Это не очень хороший подход в реальной жизни, потому что вы никогда не сможете показать модели все виды возможных других картинок. Можно есть бесконечно множество вариаций различных JPEG-ов. Никогда вы не покажете и все. К тому же, вот тут мы уже сказали, мы уже использовали готовый датасет с лицами, но в жизни у нас нету готового датасета с чем-то, что у нас уже есть, что осталось только разметить. В реальном жизни нам пришлось в принципе найти картинки с лицами. Для этого можно было делать это разными способами. Можно было например попарсить Google картинки и дальше пофильтровать их как-то. Например, с помощью той же толоки загрузить Google картинки по запросу люди и написать какую-то инструкцию, попросить толокеров найти только те картинки, которые подходят под какие-то ваши требования. Второе, можно было взять и попросить толокеров взять и самим загрузить картинки людей. Например, снять на камеру себя, снять на камеру кого-то еще и дальше в отдельном проекте попросить опять же отфильтровать картинки нужного вам формата. Третий способ, у вас уже есть какой-то датасет, вот например, как есть у нас, но он довольно специфичный, в нем картинки однотипные. Можно взять его и обогатить его еще, например, собрав картинки каким-то из первых двух способов. Вот. Давайте уже почти закончили, еще раз посмотрим на то, что мы сделали. Мы узнали, что такое краудсорсинг, как им пользоваться, какие там есть концепты. Второе, научились на толоке запускать процессы разметки. Третье, научились простенько обучать простенькую модельку. Четвертое, задеплоили ее, я вам скинул скрипт, которым ее можно задеплоить. И пятое, посмотрели на то, как можно эту модель улучшить. Так, теперь, наверное, можно поотвечать на вопросики. И, наверное, нам еще нужно будет посмотреть ответы. Если кто-то написал ответы на вопросы, которые Сережа писал, никто не писал, значит, да, проигнорируем. Есть? Так, ну, да, тут постепенно спрашивают, почему я отправляю велосипед, а у меня не приходит, мол, что это не мужчина, не женщина, а третий вариант, который был в разметке. Да, у нас был вариант еще, у нас был вариант еще can say, как я сказал, в принципе, это не очень хорошая идея, модели заставлять предсказывать, что это не то и не то. ML так особо не работает, то есть, как я сказал, вы не можете показать модели, модели может только предсказать только то, что она уже видела, то есть, она как бы интерполирует зависимость в данных. Если вы покажете ей что-то то, что вообще не похоже ни на что в обучающей датасете, то она выдаст вам какой-то бред, причем, скорее всего, это не будет не 0,5 вероятность, а это будет прям очень уверенное предсказание. сложная наука в том, что как делать так, чтобы научить их отвечать, не знаю. Ну да, это немножечко за рамками, главное, что мы просто выкинули эти элементы и любую фотокарточку мы разбиваем либо на мужчину, либо на женщину. Да, можно попробовать, на самом деле немножко это будет работать, если вы будете предсказывать other, типа другое, то это будет иногда срабатывать, но все равно можно будет найти такой пример, в котором она будет сильно уверенной, который будет очевидно неправильной. Но да, other может частично решить эту проблему. То есть, если у вас как бы, но тогда вам нужно еще понимать, что вот у нас было очень мало объектов, которые можно было сказать к концу, а вам тогда нужно будет загрузить много картинок прям разметить, которые точно не подходят ни под один из классов. И учить с ними тоже. Да, обратите внимание еще по поводу Jupyter ноутбук, у тебя в Jupyter ноутбуке больше кода, чем необходимо для воркшопа. Там еще код веб-сервера, правильно? Поэтому, если вы запускаете дальше, чем запускали мы, то обратите внимание, это отлично отработает локально у вас, если вы вырежете этот код и запустите PyFile, да, но это не заработает, если вы в коллабе это делаете, потому что из-под коллаба, из-под веб-сервиса запустить еще один веб-сервис, тем более веб-сервис коллаб находится где-то там в облаке, это проблематично. Вот. Отлично. Так, ну, здорово, кто-то рад, что он на 99% мужчина. Да, просто достаточно забавно выглядит текст. Да. Ну, других вопросов нет, просит еще повторить вопрос Сергея. Да, у нас был вопрос про то, как оценить качество разметки. Вот, как понять вообще, насколько разметка качественная? Вот мы получили какие-то, вот мы можем, да, если у нас есть разметка, мы можем понять, насколько качественная модель. Просто померяем, сделав предсказание, посмотрев, совпали они с разметкой или не совпали. А вот есть у нас разметка сама. Никакого гранд-труфа у нас богом данного нету. У нас есть только разметка. Как понять, насколько она качественная? Нормальная она или ненормальная? Да, друзья, если вы где-то писали, и мы ваш ответ пропустили, просто зарепостить его. Предложение. Считаем выборочные, дисперсии средней точности. Одноверная разметка, но неверная. На контрольной выборке строим доверительный интервал для мат-ожидания точности на всей выборке. Это отличный способ, но тогда нам нужно будет сидеть руками размечать их. Это хорошо. То есть, во-первых, да, так можно, во-первых, дисперсия будет достаточно большая, а во-вторых, вам придется самим работать. А самим размечать. Самим размечать сидеть. Зачем мы сидели тут размечали, если вы потом сами пойдете размечать? Насчет вопроса. У нас каждую таску делают три человека. Я бы взял один вариант как таргет, а два других по очереди как предикт. И считал бы accuracy для каждого случая. И посчитал бы среднее для двух значений метрик. Ну или по-простому посчитал бы процент количества картинок, когда несколько разных вариантов общему количеству. Да, из возможных способов. Это то, насколько у вас согласованная разметка. То есть, как часто столокеры с друг другом не согласны. То, что Петя зачитал, это примерно вариации вот этой идеи. Это, в реальной жизни, в принципе, не имеет корреляцию с качеством разметки, в принципе, с экюриси разметки. Но, может быть, такая ситуация, что вам пришли люди и одинаково неправильно отвечают. Они очень согласованы с друг другом, но отвечают неправильно. Да, например, боты. Пришли, боты, согласованно отвечают. Отвечают все время первый вариант ответа. И нет никаких расхождений. Только вот это. Да, еще вариант повторного задать вопрос столокерам, правильно ли размечено предыдущее. Например, здесь отмечена женщина. Да, нет. это постприемка. Хороший способ. Угу. Хорошо. Опять же, тогда непонятно будет, насколько правильно размечена проверка. Да. Нанять еще талокеров. Вот. Не нужно так. Что еще? Проверять можно, смотря на разброс ответов, на одну и ту же картинку, а лучше бач. Чем больше людей ответят одинаково, тем лучше. Да, это опять же согласованность, но, говорю, могут отвечать согласованно один и тот же бред. Все время выбирать первый вариант. Да, так, еще Артем тоже. Здравствуйте. это одна из фундаментальных проблем подготовки данных. Пока что довольно неплохой вариант взять нейронку, обученную на качественных данных, небольших, но проверенных датасетей, и прогнать ее по целевому датасету. Да, только тогда зачем вам собирать еще данные, если у вас уже есть нейронка, которая хорошо работает? По небольшому датасету имелось в виду, но тут опять же, если у вас есть размеченные данные, на котором вы делаете iFatly, что они согласованы, может, мы у нас крепили где-то на Википедии и прочее. Да, ну и как бы если есть нейронка уже, с которой настолько хорошо предсказывает, что вы можете с ней померить accuracy, и типа, если совпадает, то все хорошо, то, возможно, вам не нужно просто больше данных собирать. Да, про первый ответ считаем выборочную среднюю и выборочную дисперсию и так далее, даем от ожидания. Ты сказал, что нужно этот самим размечать. Тут коллега предлагает, что не нужно размечать, у нас же есть 200 фоток размеченных, 200 фоток уже размеченных. Может, этого недостаточно? Кстати, неплохо, можно померить по качественных аннипотах. Если на самом деле это хорошо. Это хорошо в том случае, если у вас достаточно репрезентативные аннипоты. То есть, да, во-первых, если вы уже их сделали, это немножко неудобно тем, что вам нужно иметь аннипоты в таком случае. Но если у вас они достаточно репрезентативные, то можно действительно попытаться качественно ценить. Это достаточно хороший способ. Но часто бывает так, что хани-под они очень репрезентативны. Потому что у вас... Иногда бывает так, что хани-поды берутся откуда-то. Не то, чтобы вы сами сели и рандомные сэмплы разметили, а то, что они откуда-то уже заранее берутся. Вы знаете, что вот этот вот пример я бы сделал хани-подом, вот этот сделал бы хани-подом. И получается, что хани-поды немножко отличаются от обычных заданий. Например, чуть-чуть проще, либо, наоборот, чуть сложнее. И то... И ответы на них могут быть нерепрезентативны. То есть... Либо качество может быть завышенным, либо заниженным. Правильно я понимаю, что хорошее правило для создания golden set это сделать рандомный пансэмпл и его доразметить? Да, это действительно идеальный случай, да, то есть если вы хотите замерить качество, то ханепода должны быть именно такими. Ну и последнее, что я зачитаю, еще вариант проверки разметки, обучить модели, потом посмотреть на ошибки. Но на чем мы будем ошибаться, вот такое, да, то есть у нас должна быть еще валиниционный датасет, получается, и тут мы слишком много, то есть вопрос, это проблема разметки или проблема модели, плохая ошибка. Ну и последний вопрос, а где обещанный мерч? Обещанный мерч, кстати, да, Валя должен, наверное, рассказать про мерч. Да, друзья, пора обещанный мерч сейчас. Там свяжутся, там свяжутся, да. С вами свяжутся. Вас не забудут, не забудут. Да. А что за мерч? Ну, Артем, вы, к сожалению, опоздали, к сожалению, да, я так полагаю, вы не с самого начала, но тем, кто дошел до конца или хорошо ответил на... Ну, нельзя сказать, что хорошо, я, к сожалению, не знаю правила получения мерча, ну, один из интересных ответов на вопрос Сергея, который был... Вот, да, давай я закругляться. Да? Да, супер. Спасибо большое, что слушали. Да, друзья, спасибо большое, три часа, мне кажется, у меня поднялась температура, тут с вами очень жарко и хорошо. Напомню, что есть Slack, в который вы можете заджойниться, наверное, какое-то время еще в Телеграмчике там какую-то активность поведем, а потом переходите в Slack. Вот. И, пожалуй, все. Всем хорошего вечера, хорошего остатка рабочей недели и хороших по одной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!